Добрый день, уважаемые коллеги! Вот, Махмуд Мазготь садится на свое. Так, хорошо. Так, тогда, наверное, все собрались уже у нас? Одна минута есть. Тогда вчера мы с Дмитрием Альбертовичем приняли участие на совместном заседании Президиума Академии наук Российской Федерации и Президиума или Совета Ректоров Возов России с участием, ну, соответственно, председателя Виктора Антоновича Садовнича. На его площадке мы собирались. Значит, был исполняющий обязанности президента Российской Академии наук и министра образования науки Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевны. Значит, обсуждали вопросы, каким образом нам интегрировать свои усилия, ресурсы. Значит, мы до конца не смогли досидеть, поскольку уже 2,5-3 часа надо было вылетать. Но, тем не менее, разговоры все идут вокруг того, что нужно побольше организовывать совместных лабораторий, исследовательских, базовые кафедры, и в то же время целесообразность обсуждалась подачей совместных заявок на участие в различных федеральных целевых программах и грантах. Поэтому надо интенсифицировать эту работу, тем более вот участие в последних грантах показывает, что от них мы не особо проходим. Подаем 5-6, в лучшем случае выиграем один. Поэтому просьба с коллегами не обязательно с институтов КНЦРАН. Посмотрите, и вот по Олимпиадам, также до этого встречи была, значит, к большому сожалению, у нас Олимпиада региональная по физике выпала по одной простой причине, что достаточно много оказалось призеров и победителей Олимпиад, которые по большому счету не подтвердили свои знания при сдаче единого государственного экзамена. Это является одним из тоже критериев оценки. То есть считается, что если сдал меньше, чем на 75, так, по-моему, да? Да, 75 баллов ЕГЭ, допустим, по физике, а является призером Олимпиады, то это считается негативным, как бы, негативной оценкой. Или одним из параметров для снятия у нас осталось по химии и по национальному татарскому языку. Значит, мы договорились, чтобы таких на следующие годы не было эксцессов подавать заявки на Олимпиады совместно в группе федеральных университетов. То есть вот Московская зона, Санкт-Петербургская зона, они не прикрепляют только Олимпиаду к одному какому-то университету, за исключением Московского госуниверситета, подают, как бы, все вместе, и, соответственно, получается и качество получше, и экспортный совет лучше к таким вещам относится. Но, тем не менее, для Олимпиады у нас, и поступила еще информация, что на следующий год у нас будет итоговая Олимпиада по русской литературе, то есть последний этап, заключительный, все российские Олимпиады будут проходить на площадке нашего университета. Это тоже неплохо, если учесть то, что следующий год мы объявили годом Льва Толстого, Льва Николаевича Толстого, то есть это все, как бы, все один к одному, как говорят. Значит, много разных сейчас проектов, в частности, я вот смотрю на профессора Амирова, у нас будет рассматриваться создание кластера по композиционным материалам на, по-моему, территории особой экономической зоны Елабуга 5-6-го, что ли, там, да, июля, июля. Поэтому просьба принять участие, вот Дмитрия Альбертовича попросил, он записался уже на этот, но и химики сами непосредственно включились бы в этот процесс. Значит, мы проанализировали среди федеральных университетов, вот мы говорим, у нас все нормально по 218-му постановлению, вот Южный университет, значит, он и на сегодняшний день завершил уже 4 проекта и 4 проекта в действии, у нас в действии только 2 проекта на сегодняшний день. Поэтому, пожалуйста, когда объявляются гранты, надо в них участвовать. Сейчас идет написание 220-го оформления по приглашению ученых. К большому сожалению, но наши ведущие подразделения не так интенсивно в этом участвуют. Еще один момент, на который хотелось бы акцентировать ваше внимание, значит, это условия московского рейтинга. Я прошу Марата Рашидовича посмотреть, вот вчера бегло на заседании президиума вместе с РАН, показали цифры, значит, мы входим вот в двадцатку там, 20 вузов показывали, пока еще последовательность не определили, просто показывали по алфавиту, да, и на этом акцентировал докладчик. В то же время, когда отдельно рассматривали в разрезе образование, там три компонента, наука, образование и общество. Значит, там, где взаимоотношения с обществом, у нас все нормально, а вот по науке я там не увидел наш университет, зато южный есть. Поэтому внимательно посмотрите, пожалуйста, там по данным, но по всей наукометрике у нас по сравнению с южным университетом показатели всегда были лучше. Не знаю там, какие критерии, может быть, вот зарабатывание денег, еще какие-то вещи. И в то же время, может быть, назрел вопрос не просто объединения усилий в составе одного университета. Вот на днях был назначен новый исполнительный, исполняющий обязанности ректора Казанского химико-технологического университета. Поэтому нам нужно все-таки вернуться к вопросу и, может быть, сделать своеобразный консорциум вузов Республики Татарстан, включая технические, технологические, значит, и медицинские, может быть, ветеринарные. А вот, Светлана Юрьевна, по аграрным наукам нам нужно найти российские другие, может быть, вузы, которые более продвинуты в этом направлении, и работают сегодня вплотную с институтами Академии наук. Может быть, это больше вот к Ростову, туда, к Ставрополю, вот в этих зонах, там, где на самом деле агронаука, она в Российской Федерации более продвинута. Ну, и исходит из того, что там и бизнес, агробизнес там. Вот я и об этом говорю, вот ту зону надо идти. И по медицине, значит, не только есть у нас очень хорошие в округе Самарский медицинский университет, и ректор, в общем-то, надо найти возможность пригласить. Он Котенков, по-моему, да? Или Котельников. Да, Котельников. Поэтому мы с ним встречались, тоже Академик РАН, обговаривали. И нужно подавать на совместные гранты, еще раз повторяю, и по федеральным целевым программам тоже. То есть здесь имиджевые вопросы есть, не только о том, мы говорим. Вот у нас всегда возникает в этом деле консеран спорт. Кто является главным в этом деле, да? Поэтому главным должен быть тот, у кого лучше все это получается. Либо мы не зарабатываем ни копейки, либо говорим, мы там за 20-30 миллионов работать не будем. Это не очень правильный подход. Поэтому время, отведенное мне, я уже перебрал. По-моему, все, кто хотел, уже в этот зал пришли. Наиль Файкис, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня, в принципе, мы рассматриваем два вопроса. Вопрос связанный как с инженерной деятельностью всего Казанского федерального университета и дорожную карту, следующая будет дорожная карта инженерного института. Разрешите начать с инженерной деятельности всего университета, где задействованы все наши подразделения. Вчера в площадке российской академии образования, значит, тоже была встреча, и они говорили, что давайте, все, кто занимается педагогическим образованием, попытайтесь разместить на нашей площадке свои данные. Мы как дали все... Это на улице, я уже думаю, это готовлю. Ну, как дали, так и не все поговорилось. То есть, оказалось, что возможности российской академии образования не позволяют даже переработать все, что связано с педагогической подготовкой, даже с федеральным университетом. Пойдем, скажем, подождите, пока мы обновим оборудование, которое для наших парнистов опасно. Так, пожалуйста, мой короче. Значит. Следующий слайд. Семкин не идет. Значит, структура инженерной деятельности у нас в университете представлена приблизительно вот в такой схеме. Часть, значит, допустим, то, что вот НТС и так далее у нас еще нет, потому что, но если появляется необходимость, когда работают с предприятиями, им нужны заключения научно-технического совета. Образовательная деятельность у нас построена по принципу... Опа. Вот сейчас. Нет, не получается. По принципу такой, как мы сделали по педагогическому образованию, предложенной в свое время ЧАТ Равказчем, где распределенная система инженерного образования под курацией инженерного института. В каждом из... Значит... В каждом из институтов есть у нас инженерное образование. Вот на этом слайде представлено, здесь видно, что основная часть, к сожалению, закрывает этот их... Значит, вот инженерное направление представлено, получается, 15% от всего общего контингента Казанского федерального университета. Разделение, вот в КФУ, столько и 15% составляет инженерное образование. Обратно верните. Значит, вот распределение по студентам, бакалаврам, магистам представлено на этом рисунке. На этом слайде представлено распределение по нашим филиалам и по головному вузу. Отдельно выделили инженерный институт. Это студенты, магисты и бакалавры. Но выпускающие кафедры есть как в инженерном институте, так и кафедры на каждом из институтов. И также целый набор кафедр, это в Наверно-Челлининском институте. Количество бакалавров, вот показано здесь, потому что больше всего в Наверно-Челлининском институте, поэтому мы сравнение проводим основного головного вуза и именно Наверно-Челлининского института. Синим выделены те специальности, которые есть в Наверно-Челлининском. У них большую часть занимает строительство, у нас этого нет. По остальным, в черном, это то, что есть у нас в головном вузе. Это бакалавриат. Следующий слайд, это показывает то же самое уже для магистратуры. Это по итогам 2016 года. Тоже видно, именно как происходит распределение, по каким в основных специальностям идет магистратура. Не переключается. Также идет именно по подготовке кадров высшей квалификации. Аспирантура тоже представлена уже на этом слайде. Всего аспирантов по техническим наукам. Это 81 в Наверно-Челлининской институте и основные в инженерном институте. Здесь надо отметить, что аспиранты Наверно-Челлининской института, они еще входят, допустим, в такие, как физика, астрономия, и уже со своим профилем, но это идет прием на общих основаниях. Руководство осуществляет в основном доктора технических наук, но есть и доктора медицинских и экономических наук. Есть диссертационный совет, который выступает по этим трем специальностям. Здесь представлено количество защит, которые проходили в скопах. Это те, которые из КФУ. Остальные, а другие цифры, это те, значит, всего. И, соответственно, еще есть договоренность с Коноплевым по добавить специальность физико-плазмы технической науки в его диссертационный совет. В принципе, здесь получена поддержка на конференции академиками. Там академик Солнц согласился даже войти в члены совета. Соответственно, для того, чтобы все это взять, идет большая профилляционная работа во всех институтах Казанского федерального университета. Допустим, часть конкурсов проводится совместно с Челнинским филиалом. То есть по регионам, вот, например, конкурс Кулибин 21 века, по регионам проходит в Челнах и Лабуги там, и в других районах. А итоговый проходит здесь у нас в IT-лицее. Соответственно, есть участвуемые в национальных конкурсе, есть, ну, само собой, конференция Лобачевска, где сделали новую секцию инженерно-техническая робототехника и электроника. То есть дополнительно уже чисто технический. Ну и, само собой, у нас есть еще работа с лицеем Лобачевского. Здесь у них есть инженерный класс. В этом году был один класс, на следующий год до трех классов будет. И класс робототехники в IT-лицее, где мы тоже ведем кураторство. Ну и вот я говорил насчет того, что у нас здесь вот на клубе Мягчаков, недалеко, есть центр, дом занимательной техники, где мы тоже принимаем участие. Ну, количество участников нам показано. Есть тематика детских, где есть детские кружки, по каким тематикам они у нас ведутся. Есть, кстати, и по механизации сельского хозяйства. Ну и, соответственно, в университете ведется большая работа по техническим специальностям. Вот с Чешским техническим университетом уже ведет двойные программы институт ВМК по старому или институт вычислительной математики и информационной технологии. Мы с факультетом биотехнологии, биомедицины тоже запускаем. Эти работы уже на стадии, в которой дальше надо идти. На институт биологии и генназовых технологий ведет работу с Уфимским. Это тут касается только технических инженерных направлений. Что-то не переключается во что-то. Может, переключать будете? Следующий слайд. Научное сотрудничество. У нас, значит, есть НОЦы, которые представлены, имеется в виду по техническим вещам. Это Центр технической физики и материаловедения. Это НОЦ вместе с физтехом и с институтом механики и машиностроения. НОЦ по механике, физике, механике энергетических процессов. Существуют базовые кафедры. Три кафедры работают на КАМАЗе. Это Чернинский. Четвертый они планируют. У нас идет работа, документы готовы по созданию базовой кафедры в ТАЦСМ. Руководитель ТАЦСМ у нас ведет, председатель, возглавляет ГЭК. И планируется несколько другое базовую кафедру Института проблем механики РАН создать уже у нас. Это под руководством Академика Черноуська. Совместные научные проекты, реализуемые университетом, представлены здесь. Наверное, не все показал. ТАТНЕФЬ, само собой, тоже эти вещи идут. И инжиниринговые центры. Это вот новые инжиниринговые центры, которые присоединились. Два первых. И, соответственно, инжиниринговый центр, который у нас ставлен на челнах, это анношка. И, соответственно, то, что мы все-таки позиционировали в создании центра. Да, да. Говорите, который присоединились. На сегодняшний день юридически ничего не оформлено. Поэтому, если вы докладываете, вы же должны как-то более корректно говорить. Не хотелки давать. А то, что есть на самом деле. Хорошо, Ильич Адракатович. Ага, понял. Университет Челнынский, он изначально нами был создан. Да, да, да. А по этим инжиниринговым, да, сегодня работа идет, но у нас очень много спорных моментов по оценке активов. Ну, вот я это просто обозначил, потому что, когда по инженерным институтам я уже не говорю. Вот, соответственно, что вот эту работу тоже надо вести, ведем, да. И, соответственно, по созданию центра роботехнических технологий, это мы совместно с АРНИЗом, но это чисто центр наш. То есть, именно как структурное подразделение университета. И есть собственные производства. Наверное, в Челнах у них есть центры по обработке давления, механообработка. Вот это на базе и инжинирингового центра, и литейные производства. У нас механообработка, то, что можно, если время будет, можно потом всем показать, могу. Литье, 3D-процепирование. И сейчас мы начали, исходя из того, что именно по медицинскому оборудованию, это для поддержки дальнейшего, значит, уже нашего медицинской части. Медицинской части. Следующий слайд. Ну и вот, исходя из тех структур, которые у нас есть, которые представил, мы хотели сказать, насколько мы позиционируемся, и как нам продвигаться вот именно в наукометрии, в публикационной активности. Вот мы сравнили то, что из тех, кто по инженерингу, инженерные науки и технологии входит в, значит, лучшие, вот мы вывезли те, которые российские, которые у нас есть. Ну, соответственно, это, конечно, интегральную оценку даем по всем нашим вещам. Следующий слайд. Вот то, что входит в инженерные науки в QS, какие направления считаются, и по The Times, это тоже вот такие направления. То есть в инженерные науки и технологии именно по публикационной активности по этим направлениям должно дать дальнейшее нам это продвижение. Следующий слайд. Мы, вот исходя из того предыдущего списка, мы взяли для образца МГУ и НГУ. МГУ как наиболее большой, как общего плана, и наш, как этот. Здесь вот дано общее количество публикаций. Идет для того, чтобы оценить. Дальше. Следующий слайд. Вот это мы уже вывели чисто по техническим наукам, то есть по инженерии. Видно, да? Ну, пропорции приведения те же самые сохраняются по количеству публикаций, по годам данных. Но только надо отметить, что Новосибирский университет с 2000 года уже публикует больше 100. Мы до этой цифры достигли только с 2014 года. МГУ с 2005 года это делает. Следующий слайд. Ну, направление публикации. Вот как раз хотели из всех направлений публикации в университете мы хотели выделить то, что относится к инженерным наук и технологиям. Это составляет на данный момент 18% публикаций. Следующий слайд. Ну и здесь небольшое, можно сильно сказать, небольшое выделение, по каким направлениям идет основное. Основное это по общей инженерии, по материаловедению, по энергетике и по химической инженерии. Следующий слайд. Здесь вот как раз представлены больше всего публикаций по общей инженерии и количество ссылок. По океановской инженерии. У нас одна публикация, но все на нее ссылаются. То есть, в принципе, какая-то корреляция в этом идет. Следующий слайд. Это по авторам в инженерии, материаловедении, в химической инженерии, ну, по инженерии, что-то мы отдельно сделаем, потому что слайд туда тоже включаем. Следующий слайд. И вот здесь хотелось отметить. Значит, получается, вот мы сравнивали с физиками и с химиками. Вот смотрите, у физиков много публикаций именно с инфаркт-фактором 4-5 в этой области. У химиков этих меньше. Нижние, в принципе, у всех есть. Вот надо, они чуть выше физики, поэтому вот исходим из того, что такие публикации. Здесь получается 3-4 инфаркт-фактор журнала. Следующий слайд. А вот здесь по инженерному направлению, видите, да, пока крутимся вокруг единицы. То есть у нас, скажем, публикация уже есть, но инфаркт-факторы пока недостаточно высокие. Вот, например, здесь сравнивали мы, сколько процентов входит в десятку лучших, да, то есть у нас где-то 2,4 процента. Вот мы ориентируемся до 3 процентов довести. Ну и видно, что это все связано с ростом публикаций и цитирования именно с 2014 года. Следующий слайд. Вот это уже исходя из того, что как войти в предметный рейтинг инженерной науки и технологии. Вот мы рассмотрели, значит, ну, во-первых, публикации, как идут. Основное это идет по общей инженерии. В материаловеде, видите, основной рост дало общей инженерии. Когда мы суммарно смотрим, у нас получается, начиная вот в зале с 10-го года по 20-й год, в 10-м году было 6 публикаций, и вот с 14-го года мы начали давать больше 100 публикаций. Только если в течение 5 лет будет дано больше 100 публикаций и суммарно более 500, только в этом случае можно войти в эти рейтинги. По нашим прогнозам мы, начиная с 2014 года, надеемся в 2018 году уже достичь вот такого показателя, что там войти. Но вот вначале я вам показывал насчет уровня статей и так далее. Вот эти нижние, это мы в этих публикуемся. Уже есть публикация по этим квартелям, если смотреть. Вот по этим квартелям нам надо освоить, тогда мы, может быть, скажем, чтобы именно поднять журналы 1-й и 2-й квартели. Но для этого я призываю всех, значит, наши институты, которые публикуются, именно учитывать и давать вот такие ключевые слова. То есть эти мы тоже, кстати, выбрали, вот по каким ключевым словам отбирают в инженерии. И если мы достигнем этой вещей, то мы смогли бы претендовать где-то уже в 2018 году войти, значит, в этот, по предметный рейтинг по инженерной науке и технологии. Следующий слайд. Ну, для того, чтобы, вот я показал, как наши институты в этой области работают, какие есть перспективы для того, чтобы войти, значит, в рейтинги. Но для этого у нас еще в университете создана целая инфраструктура, которая помогает работе в этом направлении. Это вот первый, это патентно-рецензионный отдел. Здесь представлен рост публикаций по годам, ну, часть публикаций, то есть рост патентов по годам. Часть из этих патентов, конечно, не все мы поддерживаем. В общей сложности было с 2010 года подано, то есть имеем мы 1123 единицы объекта, собственно, на этот год мы поддерживаем 279 единиц. А, нет, мы поддерживаем 804, по-моему, единицы, а 279 – это по 2016 году. Значит, здесь вот тоже мы набережные челны почему показали, потому что в связи с тем, что там несколько, ну, патентный отдел немножко сжался, надо вот эту работу провести, как раз я поставил как задачу, чтобы именно, скажем, там поставить представителя, но основную работу, чтобы ввели мы, потому что получается очень мало поддерживаемых патентов. Ну, здесь распределение именно какие виды, то есть этот полезные модели, базы данных, ЭВМ и, значит, изобретение. В основном, конечно, очень много базы данных, ЭВМ программы, а остальные вот изобретения, полезные модели, это больше относится к техническим всем. То есть специальности-то эти, но эти вещи, они подходят и к инженерии. Следующий слайд. Теперь, значит, у нас есть еще центр энергосбережения и повышения энергоэффективности. Соответственно, он был создан, значит, Министерством образования и науки Российской Федерации. Значит, соответственно, именно для, по привозкам, мы центр по привозкам в федеральную округу, для медицинсообразования и науки Российской Федерации. Соответственно, мы, этот центр готовит ежеквартальные отчеты по выполнению 261 ФЗ по энергосбережению эффективности. И, соответственно, в рамках этого ФЗ мы должны были освоить, в смысле, провести энергетические обследования всех наших объектов. Проведены пока в Челнах и в Вилабах, так их мало, а вот остальное, это головного вуза, они расположены, как в Мариел, в Лаишском районе, это вот в Казани. Всего где-то, у нас очень много, в общем-то, объектов, поэтому здесь, ну, тут не хватает финансирования. Значит, мы для того, чтобы проводить эти обследования, мы входим в два СРО, как по энергетике, то есть мы имеем право сами обследовать, то есть нам не надо заказывать со стороны, и плюс еще по проектному тоже СРО мы вошли. В рамках этого мы оказываем и неокровские услуги, работы тоже оказываем. Ну, соответственно, участвуем в различных мероприятиях там. И для, уже было проведено, значит, инструментальный контроль для оценки качества выполненных ремонтных и строительных работ. Вот эти аспекты. В 2015 году мы сделали четыре обследования, в 2016-м пять, пока в 2017 году пока два. Ну, конечно, есть проблемы, которые надо решать. Вот у нас необходимо провести энергетические обследования еще 14 площадок. И внедрить в систему автоматизированный учет контроля. У нас система учета уже есть, но вот такого целостного нет. Здесь, конечно, большое значение. Вот мы не можем определиться с источником финансирования. Тут моменты есть. Следующий слайд. Теперь отдел метрологии и нормы контроля. По нормы контроля мы осуществляем нормы контроля всех отчетов, которые есть. Выпуск в рамках САЕ было в 2016 году. Значит, а это все гранты, которые есть по институтам. Это 15-й год, это 16-й год, ну, тут небольшим разограничением, достаточно большое количество. А вот всего распределение отчетов по годам. Это даны гранты, хоздоговора, САЕ и госзадания. Представлено вот здесь. Ну, и, значит, где-то вот с прошлого года, мы приступили, с 15-го года, получается, мы приступили к, значит, для студентов. Все выпускные и компенсационные работы, особенно в инженерных направлениях, они должны пройти через нормы контроля. Специальная справка выдается. То есть только при удовлетворении, значит, мы их допускаем к защитам. Следующий слайд. Значит, еще основное большое значение имеет нас эта комиссия внутреннего экспортного контроля. Сейчас этот вопрос ужесточается. Вот видно, в 15-м году у нас 15 только статей прошли через экспортный контроль, в 16-м году 829, а статей было всего 1355. Это большое нарушение, то, что не проводим экспортный контроль. В этом году уже проведено 480. Также обследование идет международных проектов. Мы сделали 5, а по данному НИД было 78. Конечно, очень сложная система прохождения этих статей и так далее. Эту сейчас работу с Маратом Рашидовичем ведем, чтобы именно бюрократию... Но, к сожалению, вот с этой части бумажная версия, она должна храниться, и подпись ставится живая. Вот этот момент, эту часть мы уже автоматизировали, а вот здесь пока, к сожалению, надо приносить сюда. Ставится секретариат, и я ставлю подпись. Следующий слайд. И поэтому есть предложение, как эту работу улучшить. Я думаю, что это в следующий раз как-нибудь на ректорате доложить более полно, когда мы с Маратом Рашидовичем проведем всю эту работу. Следующий слайд. Ну и теперь вот на основании всего этого, все-таки это дорожная карта, мы выбрали определенные проекты, которые надо, значит, продвигать. Но робототехника, как Шатракас всегда подчеркал, это основное. Здесь мы в данном случае вокруг робота пытаемся объединить все. Скажем, здесь в данном случае рассматриваются две кафедры, которые выпускающие по робототехнике. Это в Инженерном институте и в ИТИС. Следующий слайд. Институт физики подключается именно по конкретным предметам. То есть у себя он открывать не хотел, поэтому по конкретным предметам мы будем передавать им эту работу. Тут есть задачи, которые... Это как раз проект робототехника образования. Следующий слайд. И вот, значит, то, что Магит с Суфиульным, они провели, значит, мы представили данные, и когда будет возможность выйти на самоокупаемость. Это где-то вот эти даты. Следующий слайд. Проект робототехника наука. В данном случае мы ведем работы как с Челнинским филиалом, включены Евабужский институт, значит, институт андроидной техники и роботы Кука. Значит, вот являемся... Мы сейчас ставим вопрос по интеграции с роботами Кука, по андроидной технике эти роботы, и, соответственно, был разработан уже собственный робот, малый антропомощный учебный, где документацию готовит Евабужский институт. Следующий слайд. Здесь вот как раз то, что по работе, связанной с политехом, с институт проблем механической СЛЖ, это вот как раз интеграция, получается, роботизированный технологический комплекс лазерного и плазменного термоплощения и наплавки. Мы пытаемся, значит, Кука с нами дает роботов, мы вот делаем такую интеграционную работу. С СЛЖ рассматривается вопрос автономной распределенной роботизированной системы для оказания помощи постражав в чрезвычайной ситуации. Мы эту работу продолжаем постоянно, потому что мы подавали и на ФЦП, но, к сожалению, значит, там воздали. Но сейчас мы готовим работу под руководством академика Черноузька на 220-й. Ну, мы не меняем тематику, просто переориентируем его на это направление. Следующий слайд. Вот теперь направление медицинской техники. То, что вот как раз с Чешским техническим университетом, с нашей университетской университетой однозначно совместно с Институтом фундаментальной биологии, вот представлены работы, которые мы выполнили в рамках САЕ, значит, трансляционная медицина. Это тренажер для руки и кисти. Это был тренажер для ноги. Здесь изображен фрагмент защиты магистрской диссертации. Это защита, идет магистрская диссертация. Это, соответственно, нога. Тут все это управление. Ну и ведем работы по созданию, вот именно уже тоже, это тоже является магистрской работой, значит, и, ну, есть недостатки, там у нас перекашивать немножко, сейчас заканчиваем, но, в принципе, вот в таком ракурсе должна быть, значит, вот это в приемном покое. Здесь располагаются медиинструменты, это все сдвигается над кроватью и так далее. Следующий слайд. Ну, это работа вот как перспективная. Следующий, это у нас по связанные вопросы, связанные с материаловедением. Здесь, может быть, я зря не указал институт физики, потому что однозначно анализ именно материалов и так далее мы проводим в институте физики. А так, это стенды, которые есть в Набережной Челенинском институте, это что есть у нас в инженерном институте, часть, это тоже наше. То есть вот это общее мы рассматриваем как одно из направлений физико-дисперстной фазы и технологические применения лазерных комплексов. Здесь работы ведутся, как уже говорилось, в МФИ, соглашение с Санкт-Петербургской, заключили соглашение с Санкт-Петербургом, и вот как раз привлекаем к этой работе КАИ. Ну, ВИАМ самому. Из институт реальных партнеров вот представлены здесь, часть из них у нас уже есть договора, даже хост договора. Следующий слайд. И один еще точно этот год перспективный проект – это проект «Экопарк», который был, значит, включен в постановление Кабинета Министров Российской Федерации создание именно в зоне Заками, Винаками, значит, создание такого «Экопарка». В рамках этого «Экопарка» мы рассматриваем разработку, значит, установок это твердотопливных оксидных элементов, это исследование в этой области, вот это, и, соответственно, утилизация, значит, отдельных видов фракций отходов, то имеется в виду в том числе опасных и медицинских, раз мы здесь применение дугового пазмонтрона с большой температурой. И, соответственно, есть разработка и предназначение технологий по утилизации свалочного газа. Это скважина, значит, считается вот свалка, соответственно, здесь скважины, все это присоединяется и работает, в данном случае здесь поставлен двигатель, это вещи разработаны, мы в Крыму такие вещи с ними уже работу ведем. Украина в свое время входила, ну, она входила в соглашение по этому, по выбросам, и, соответственно, у них было большое финансирование, здесь это уже у них реализовано. Мы хотим вот вместо этих вещей ставить уже более экономичные источники питания. В рамках этого была подана заявка в РНФ, там с нами «Экотехсервис» Волгоград, участвует как в финансировании, это по разработке эффективной, значит, плазменно-химической технологии утилизации отходов и свалочного газа. Это вот имеется в виду подорожные перспективные проекты, которые намечены на этот год, которые мы ведем. Ясное дело, что все эти проекты будут распространяться, есть, наверное, может, я что-то упустил, но, в принципе, вот основное направление все охватывает. То есть это охватывает и, значит, робототехнику, материаловедение, в том числе медицинскую робототехнику, материаловедение, экологию и, соответственно, остальные. Следующий слайд. Спасибо за внимание. Это вот та первая часть, которая касается всех работ, которые мы ведем в рамках именно инженерной деятельности во всем университете. Если, позвольте, сейчас, Аркадьевич, сразу приступим к следующему или вопросы. Обсуждаем, можно. Да, да, да. Какие вопросы есть? Как вы скажете? Хорошо, а вот направление, которое вы озвучили, кто является руководителем этих направлений? Когда говорят о чем-то, надо всегда иметь в виду, кто возглавляет. Конец, покажите. Перспективное тоже направление. И еще один вопрос. А сколько, ну вот, заявок мы услышали, а сколько выигранных грантов и проектов по ХЦП? Ну, Шатар Акадьевич, значит, ситуация вот какова? То, что САЕ, это, в общем-то, все натянутое. Шатар Акадьевич, каждый институт отдельно, каждый по своей дорожной карте отчитывался по выигранным проектам. По инженерному институту, вот в следующей презентации, мы прямо все показываем, которые есть. Нет, вот смотрите, вы озвучили, говорили неоднократно. Значит, я уж потом попросил Дмитрия Альбертовича собрать две темы большие, которые требуют объединения усилий. Это создание научно-образовательного центра в области робототехники, включая все аспекты, начиная от промышленных роботов, заканчивая биоморфными роботами и так далее. И второй вопрос, связанный с материаловедением. Начиная вот от того, что делается сегодня в институте физики, химии и заканчивая инженерным институтом. Поскольку здесь, и даже, наверное, еще включая институт международных отношений и востоковедения, в общем-то, вот те лаборатории, которые расположены именно в этом кампусе. Вот мне просто... Вы не приняли участие на обсуждении этого вопроса. Первый вопрос, почему и кто будет возглавлять это научно? То есть вот два проекта. Мы вообще говорили, вот то, что все, что связано с автомобилями, мы являемся только поддерживающей стороной этого вопроса. То есть там есть у нас подразделение у набережных челнах, которые достаточно тесно интегрированы сегодня с КАМАЗом, с другими автомобильными компаниями, начинают Форт Солерс и так далее. Но с КАМАЗом больше, потому что технологии на КАМАЗе все-таки большая часть отечественная еще. Поэтому там больше востребованности в разных разработках. И КАМАЗ работает на оборону. Что тоже, в принципе, подразумевает, что работы должны быть выполнены отечественными исполнителями. Там достаточно... Вот и вы озвучили три кафедры. Значит, вот буквально позавчера я тоже подписал эти соглашения. Значит, полностью интеграция идет с научно-техническим центром КАМАЗа. Мы говорили, что вот инженерный институт в Казани, он дополняет то, чего не хватает, но не является там головным набережным челом. Другое дело, все, что касается, и мы находимся с вами в кампусе, который ранее принадлежал заводу мединструмент, как бы он там ни назывался, но суть в этом. И мы говорили, что мы позиционируем инженерный институт в области разработки оборудования, инструментария, аппаратных комплексов, направленных на медицинскую тематику. В связи с этим и в прошлом году, или позапрошлом, вы были включены в этот приоритетный проект по медицине. Но кроме разработки вот этой вот... кисти для разработки, я так ничего не увидел. А то, что там в приемном покое находится, оно еще до сих пор не запущено. Хотя мы уже год все это делаем. Понятно, что за один день ничего хорошего сделать невозможно, но в принципе какие-то вот наработки уже должны быть. Вот у меня просьба, либо сейчас, либо когда будете по инженерному институту дорожную карту докладывать, сказать, как у нас обстоят дела. А это как раз междисциплинарный проект, поскольку в робототехнике связаны 6 сит, наверное, институт. Вот группа Олега Николаевича Шерстякова мы обсуждали. И Магит мне ничего не принес, хотя говорил там много слов и предложений. Уже, по-моему, месяц скоро пройдет. Уже Дмитрий Альберт с отпуска вернулся, а вот и ныне там. Мне по отдельности приносить ничего не надо. Мне нужно, чтобы это был комплексный проект и по робототехнике, как бы он ни назывался, пока так условное название, да? Можете там назвать автоматизированной системой, биоморфной. Хотя вот мы говорили, что мы должны, особенно в образовательных программах, пройти, то есть нам четко нужно определиться. Вот в промышленных роботах мы чего-то сможем сделать? Если не сможем, тогда акцентировать все свое внимание на образовательных проектах, поскольку все эти промышленные роботы сегодня интенсивно внедряются в отрасли, в том числе в автомобилестроении, там в самолетостроении пока как таково. Ну там, где конвейер, там везде внедряется, поэтому нужны специалисты. Надо определиться, какого уровня. Это достаточно уровня бакалавриата или недостаточно? Зачем нам там магистратура нужна? То есть это роботы готовые, нам нужны исполнительные, то есть технические люди, которые придут и на заводе начнут работать. Мы же можем, тогда если вопрос вызывает споры, тогда надо сказать, мы можем готовить разработчиков, сами не являясь разработчиками или нет. Поэтому, а все, что касается вот биоморфных роботов, все, что касается роботов, которые будут использоваться в медицинских целях, там для реабилитации, еще для каких-то, все, что для операции, там, я не знаю, сумеем мы их самостоятельно сегодня разрабатывать или нет, по крайней мере мы должны знать все, что имеется в мире в этой области и начать готовить специалистов. Но здесь мы отдельно должны для себя определиться. Мы готовим или подучиваем медиков, которые будут потом работать на этих комплексах, или мы готовим разработчиков. Но тогда мы должны определиться с ресурсами, где и где. То есть без ресурсов же с нуля ничего не бывает. Этап, когда мы имели программу развития федерального университета, он, к сожалению, закончился. Точнее, ресурсы закончились. То есть, поэтому того темпа, который был в связи с кризисом, тоже не будет. Разговор идет о том, что мы должны найти хороший, реализуемый для себя проект и под него найти деньги. Понял, Сетр Акадович. Нет, ну, это уже очевидная вещь. Поэтому, когда будете вот инженерный институт, тогда акцентируйте вот на эти позиции. Хорошо. Спасибо, Сетр Акадович. Пожалуйста, здесь вот на то, что с Магитом сделали. Просто я вшу, вот он провел очень большую работу по своей кафедре. Мы интегрируемся, часть предмета читаем мы, часть он. И плюс еще с институтом физики, как раз, разговор, Шестяков должен быть читать. Мы же, вы являетесь проектором. Поэтому, часть интегрируемся, не интегрируемся. У меня четко должна быть программа развития научно-образовательного центра. Начиная от того, какие целевые показатели мы должны достичь. То есть, ответить на вопрос, для чего мы это делаем и кому это нужно. И дальше говорим, если это кому-то нужно, и мы можем это осилить, то ответить на вопрос, как это мы будем делать. И причем, ну, у нас три центра сегодня. Я уж не беру Елабугу, там, Набережные Челны, только в Казах. Это вот физики, на ВМК тоже там есть. Значит, нам нужно... Представьте, что вы являетесь деканом факультета по робототехнике. И распишите, вот, весь учебный план, все программы, которые мы должны... Если этого не будет, то у нас не будет. То же самое мы по фарме, значит, должны сделать. Ещё раз говорю, учебные планы по кафедрам, как раз и они подготовлены, и мы уже... Я ещё раз говорю, они находятся на территории институтов собственных, там, факультетов. Но должна быть одна общая утверждённая программа. Мы должны чётко понимать, что в этой области мы делаем. Они по кафедрали. Вот от этого надо уходить. Мы же не будем изымать эти... То есть у нас стоит задача, что отдельно взятый инженерный институт со всеми, ну, кафедрами, выпускающими и другими, там, обслуживающими, у нас есть Набережные Челны. В Казани нам нужно научиться, вот так же, как педагоги ломают копи, там, да? Но сегодня что-то получается. То же самое в инженерных науках, наверное, сложнее, там, директора институтов у нас, они сами по себе сильные люди. Значит, может, что-то тяжело идёт, но тем не менее этот процесс, он пойдёт. То есть мы, чётко не выделяя кафедры, лаборатории и состава институтов, где они сегодня находятся, должны найти возможность сделать этот проект как таковым, межфакультетским, межинститутским. То же самое по материаловедению. У нас же дубы лидят. Вот мы, институт химии, по композиционным материалам, и всё время мне пишут, что чего-то ещё надо. Вы вначале отработаете, либо тогда надо признаться, что мы купили не то, что нам нужно. Сваливать то, что это не нужно никому, тогда, значит, надо признаться, что всё, что мы делаем, это никому не нужно. Если за это люди не платят, не готовы заключать с нами контракты, тогда не надо было этим заниматься, а то же, как ни придёшь, стулья разбирают, там, стульев не хватает, телефонов не хватает. Ещё чего-то не хватает. Надо просто, вот, модульно взять что-то и начать работать. То же самое в робототехнике. Поэтому в течение лета мы ни рубля пока ниоткуда не дадим, пока не будет чётко защиты программы. То же самое, вот, мы, у нас три висяка, как молодёжь говорят. Первая – это медицинская тематика, мы должны чётко, у нас там отдельная клиника, отдельный институт, отдельно фарма. Это должен быть один прозрачный проект, понятный всем, прошитый, как это по робототехнике, и это вот по материаловедению. И нам чётко нужно понимание, что мы осиливаем, на что даём денег, ищем точнее, на что мы просто закрываем глаза и говорим, как развивается, пусть так развивается. Закроется, закроется, ничего в этом плохого нет. Ничего плохого нет, если, я условно говорю, вот, какая-то лаборатория закроется. У Андрея Павловича Киасова, мы, по-моему, четыре лаборатории закрыли, ещё ряд объединили. Ничего, новые люди приходят. Вчера на защите, значит, с президиумом РАН, в Садовниче тоже выступает, сказал, что никогда, вот, Ягод встречался с молодёжью, молодёжь сказала примерно так, Виктор Антонович, мы не готовы ждать, пока нам эти кафедры, лаборатории кто-то освободит. Я, говорит, создал лабораторию, я вот объявил конкурс и создаю лабораторию. 115 человек подало на конкурс, каждый приходит со своей идеей, мы договорились, что ещё посмотрим список этих людей. Вот, он говорит, из 115 в этом году я 15-20 указирую, создам новый лабораторий. Наши Open Lab, это то же самое было. То же самое, там везде, если есть какой-то, ну, титульный человек, тем не менее, руководят этими лабораториями в основном молодые ребята. И неплохо работают. Они не готовы ждать, пока кто-то из нас либо умрёт, либо уйдёт, либо освободит им место. Тогда они тоже станут такими же и будут тяжело двигаться. Вот я попросил Дмитрия Альбертовича, значит, взять список этих 115, посмотрим, с какими они проектами, и дальше надо объявлять конкурсы на проект. Другого не дано. Мы и сами не делаем, и тормозим всё, что, возможно, кто-то может сделать на этом оборудовании. Если это не удастся, тогда мы выставим на конкурс и продадим это оборудование. И купим то, что нам нужно. Я помню, как разговоры начинались вот по центру или лаборатории композиционных материалов. У КАИ есть, давайте мы, мы сильнее. Пока не двигается. 218 закончилось. Вот сейчас мы на прошлой неделе, два дня назад с Ламберовым разговаривали, с Александром Адольевичем. Он сейчас вот пошёл на другие предприятия. Раз эта тематика достаточно узкая, она, у нас проблемы возникли с КЗСК в связи с банкротством банка, спортбанка. Там 218 пока завис на неопределённое время. Есть надежда, что Ростех, если заберёт, там продолжим эту работу. Но, а оснащение института произошло, и оно сегодня лучше, я имею в виду, по центру катализа. Поэтому давайте вот, я понимаю, что это самый тяжёлый момент. Я почему говорю тяжёлый? Я каждый раз Дани Скарловича заставляю, значит, привлекать химик. Нельзя, работая с нефтехимиками, либо с нефтяниками, брать только то, что сегодня сам можешь делать. Хорошо, давайте. Есть ещё вопросы? Давайте что-то разговаривать сразу. Ну, по слайдам, по наукометрике. Всё-таки вот... Верните, пожалуйста, наукометрике. Верните там, раз уж потом не возвращаться. Ну, с Чехами это Барно. Скорее, насколько я знаю, пока интенсивной работы нет. И сейчас, конечно, с Чехами ещё и Прага. Это техническая... Нет, я понимаю. Но здесь... Вот, понимаете, Найя Фавикыч, вы некоторые свои хотелки написали, как... Проект, да. Должен сказать, что презентация такая, ну, никакая. Во-первых, она очень насыщенная, нечитабельная. И очень тяжело понять, что есть на самом деле, а что в качестве проекта. Но от проекта робототехника, образования... Вот это начинается... Тогда что здесь сделано? Вот мы по Корее. Вы можете сказать, что сделано на сегодняшний день? Ну, вот я по инженерности когда отчитывался, я бы сказал, потому что там уже с Чусон соглашение заключаем. То есть здесь в данном случае вот инженерные... Соглашение о чём? У нас есть три вида соглашения. О сетевой магистратуре, Шадрик Анатольевич. Хорошо, для чего это нужно? А? Для чего это нужно? Ну, во-первых, это им тоже нужно, потому что мы, как ведущий вуз, для них представляем интерес. Для нас нужно это, через них мы ещё выходим на LG, для того, чтобы уже внедрять свои разработки там. Чусон в рейтинге как позиционирует? Он ниже нас, Шадрик Анатольевич. Вот мы же говорим... Я говорю, что мы им нужны. Вот в чём вопрос, да, Шадрик Анатольевич? Ну, если нужны, они тогда сколько нам платят? Ну, вот как раз обмены мы рассчитываем. Все, подождите. Пока ещё не платят, потому что мы же только ещё рамочное соглашение сделали. LG доброе заключать будем. Коллеги, у нас есть три вида договоров. Первый договор, это мы подписали там меморандумы соглашения, и дальше ничего не насытили его внутренним содержанием. Можно их забыть, да? Если год-полтора они не работают, можно о них забыть, и их даже в учёт не брать. Есть договора, вот типа с Рикеном, с которыми мы постоянно работаем. И там даже уже договора не нужны. То есть мы там вначале начинаем работать, а потом формализуем там, если возникают какие-то сложности с проверяющими, ещё с кем-то. Есть договора, с которыми, ну, шатка-валка, они разовы. Да, то есть разовую сделку сделали, и на этом всё опять зависит. Поэтому вот... Мы, Рикен, за образец хотели взять, Четракасович, именно вот довести до такого уровня, но только по техническим направлениям, не чисто научным. Я понял. Вот научитесь работать с сильными, с людьми, которые сильнее нас. Да, может быть, не очень удобно для нас быть там ведомым. Зато это нас научит. А с теми, кто сзади нас, мы ничему не научимся. Вот я не знаю, зачем тратить ресурсы, не только же денежные, даже время, на вот всякого рода такие вещи. У нас есть миссия, миссионерская работа, но она касается вот округа нашего. Да? Да? Но не Корея. Понял. Пожалуйста, вот тогда ещё один верните. Вот с Прагой, что сегодня, и с Бурно. Что сделано, что будет положено. Раш, давайте, когда я ещё откажешь, давайте там, что-то по инженерам, что-то выскажу, там будет сразу видно, какие есть, что-то здесь. Хорошо, давайте тогда я потом вернусь. А то, что вы по наукометрике... По наукометрике, сделайте, пожалуйста. Стоп, стоп, подождите, вы вот высушите. По наукометрике, чётко нужно взять только те данные, которые входят в предметный рейтинг по инженерии. Там взяли всё, там, я смотрю, Варфоломеева статьи, другие, они входят... Они входят в инженерии. Там инженерные технологии, насколько я по памяти помню. Они входят как раз вот это, вот именно входят в Реша Травкасов. Это же полностью, с учётом его, Резвановских даже работ. Стоп. По общей инженерии Резвановские работы дают. На радость. С Наэлем иногда бесполезно бывает, он начинает спорить. Скажите мне, пожалуйста, в предметных рейтингах, насколько я помню, есть отдельные инженерные технологии, да? Там. А здесь, к чему всё сбротно? То есть, взяли, надо взять 2-3 предметных рейтинга. И сказать, сколько статей там и там. Вот же, Илья Травкасович, вот же. Вот, например, наши публикации. Вот это, вот то, что химия, химический инженерия, материал сайенс, инжиниринг. Вот это, да? Вот это у нас такой процент статей у нас есть. Всё в общем входит в инженерные науки и технологии. И вот по... Ещё назад верните. Назад ставят. И вот здесь вот как раз показано, сколько публикаций. Ещё назад. Ещё. Вот. По QS они считают вот это. Это всё входит вот в предметный рейтинг, как раз, который идёт по инженерии. Вот инженерии и технологии. Вот туда входят вот эти. По The Times вот в это входят вот эти. Если мы... Наши публикации делятся по этим вещам. Если мы вот по ним даём, то мы вот по этому направлению можем выйти. По Times, а по QS, если даём вот по этим, то то уже выйдем. Вот мы такой анализ провели. Давай теперь... Следующий слайд покажу. Или пока читать. Ещё, ещё. Ну вот в этом слайде чего читать-то можно. Нет, нет, следующий слайд. Сейчас это не надо читать. Следующий. Вот здесь ещё следующий. Ещё. Ещё, ещё. Вот. Здесь уже мы сравниваем, какие должны быть им факторы в центре обкладки. Вот это количество статей. И, кстати, количество факторов. Куда делаем? Вот. Да, здесь. Вот получается для физиков это 4-5. Они находятся, поэтому вошли по физике. По химикам. Вы же поднимите. Химиков покажите. Химиков у них, видите, 3-4. Они тоже вошли, но общее количество. Теперь следующий. Вот теперь инженерия. Нет, нет. Следующий слайд. Ага. Вот. А у нас пока... Вот какая ситуация, Шатровкадыч. Вот. Получается... Видите, один полтора... То есть сразу эти слайды из программы взяли что-то? Да, конечно. Но их нельзя было переработать так, чтобы они понятными стали? Чего вы их вытащили, значит, из программы? Вот переработали уже. Показываем, какие у нас... Это же наши статьи. Какие у нас инфарк-факторы, Шатровкадыч. С 2014 года начинаются основные публикации. Они в основном, получается, находятся, видите, порядка до даже 0,5. А от того, чтобы войти в рейтинге, выше подниматься, да, войти-то мы войдем по количеству. А вот здесь у нас мало. Вот как раз вот эту часть надо поднять. Тогда уже мы хотя бы... Вот в физике у нас 600, по-моему, да? Чтобы до этого дойти, нам нужно это поднимать. То есть вот такую работу надо проделать. Вот видите, тут тоже вот просто показано, что конец пока только вот мы начали. С 2011 года идет какой-то рост. До этого вообще не было. Вот сейчас и вот эту работу надо проделать. Это именно... И как раз мы там показали, какое количество статей нужно. Вот еще можем показать слайд, где уже более подробно я сейчас скажу. Сейчас пускай он смотрит тогда, он смотрит. Это... Нет, это все мы, это различные журналы. Давайте вот в следующий раз покажу, Шатер Акадыч. Еще следующий слайд давайте. Еще. Вот. Вот здесь посмотрите. Вот видите, да, вот это цифрами прямо написано. Шесть, там это сколько статей было. Дальше вот после 14-16 года. Нет, вот это. Вот. Уже прогноз. Вот мы с 14-го года больше 100 статей даем. Теперь к 18-му году у нас 5 лет будет больше 100 статей, и мы можем попасть в рейтинги. И суммарно, все равно выходит. Мы можем попасть в рейтинги именно по инженерной науке и технологии. Но, чтобы попасть наверх, вот надо те факторы журналов изменить. То есть, долго будет, да, думаю. Вот здесь, хорошо, давайте теперь это по инженерному тогда институту. Следующий слайд. Вот инженерный институт. Это вот представлены такие общетехнические данные, количество ППС, количество людей, которые работают, средний зарплат. Это все вот то, что учитывает и Марат Рашидович показывает. И по площадям, и количество закупленной оборудования, площади оборудования, и остепененность, соответственно, и количество статей. Здесь, по-моему, в Эпо-Сайенс 56 дали, но у нас вот пока такая часть. Следующий слайд. Здесь вот по общее, что касается образования. Вот как у нас, значит, по годам представлено количество, ну, специалитет заканчивается, растет бакалавриат, магистратура и аспирантура. Вот это представлено по годам. Здесь, значит, ну, плюс ко всему у нас где-то 19-20% иностранных студентов, контрактных студентов у нас 24%. Это тоже представлено количество контрактов, и вот у нас есть в этом году были по гослинии. Но мы, кроме того, что читаем своим дисциплины, как и положено, нам передают дисциплины по материаловедению, допустим, по стоматологическому материаловедению, по этим, другие институты. Это мы читаем уже для других институтов. Распределение, значит, по магистратуре вот представлено здесь. Откуда, какие магистры у нас идут, так как у нас бакалавра было мало, у нас где-то из других вузов получается порядка 46%, дальние зарубежья 5%, ближние зарубежья только 2% было, и вот где-то 47% это выпускники уже нашего университета. Но не инженерные студенты, а институт физики, ВМК есть, значит, и так далее. Следующий слайд. Следующий слайд. И, опа, еще есть перед этими? Все, давайте, да. Значит, теперь дополнительное образование здесь представлено. Потом будет это. По дополнительному образованию. Это, как вот здесь просто я не стал переписывать, он так же здесь, вот то, что в верхней части, это как раз то, что ведет инженерный институт. А там, значит, КАМАЗ, это челны, и этот нефть, это здесь вот видно, что больше всего, конечно, институт геологии нефтегазовых технологий, затем, наверное, челны, и вот и наше. Ну, надо отметить, что, наверное, челны еще ведут программу связи с ВПК. Да, 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 вот я говорю, вот 12. Вот я просто слайд не переделал. А это вот, это количество... Ну, это вот, считайте, 12, 48, 16, это порядка 74 человек, 76. Это сумма какая-то? По деньгам сейчас дальше будет, это отдельный финансовый, Светлый Аркадьевич. Дальше покажем. Дальше. Это профориционная работа, которая ведется тоже количеством участников. Тогда следующий слайд. Соответственно, вот у нас отличие, значит, у нас вот биомедицинская инженерия с пражским ведет. Остальные, вот эти вещи с московским городским университетом, с этими педагогическим, это ведется в рамках робототехники. Это двойные дипломы. Следующий слайд. Вот теперь здесь конкретно по каждой кафедре. Кафедра биомедицинской инженерии и управления инновациями. Вот видно здесь, значит, сколько у нас, ну, эта кафедра в основном обучает только магистров, бакалавров здесь нет. Соответственно, планы приема участвуют в САЕ, в Гранд Президенты и Хоздоговора выполняют. Общее количество публикаций представлено здесь. И распределение по специальностям, как это идет. Вот то, что, допустим, химическая инженерия, биохимия, материаловение, то потом энергетика, инженерия, это все пойдет в инженерные науки, технологии. Вот здесь профессионально. Следующий слайд. Это кафедра технической физики и энергетики. Здесь тоже, здесь есть бакалавриат. Есть, значит, получается, кроме бакалавров есть магистры, само собой. Ну вот, в этом году был первый выпуск уже бакалавриата. Количество публикаций представлено здесь, количество грантов есть. Основные публикации идут по физике и по инженерии 30%. Материаловение тоже в инженерии будет входить в общую. И вот где-то, да, да, сейчас. Нет, я просто про... Ну, дело в том, что институт состоит из кафедр, и каждый кафедр имеет свое направление, дает свой вклад в развитие. Поэтому я уж про кафедры тоже говорю, Чатр Равкадыч. Ну, давайте, вот, мы здесь очень приедем, и мы с марширом, чем дорожная карта обсуждали, нет? Ну, цифры. Понимаете, есть. Вот когда мы говорим об университете, представьте, я делаю презентацию, обычно дается 5-7 минут. Если я пойду по каждой кафедре и рассказываю, да, вы дайте цельную картину дорожной карты института. Хорошо. Скажите, сколько всего институт зарабатывает денег, какие гранты, какие соглашения, по каким направлениям, как реализуется? Купили оборудование там на 200 с лишним миллионов, на сегодняшний день какой процент задействует? Что на этом оборудовании сделано? Подготовили столько-то там специалистов, я имею в виду бакалавров, магистров, получили доход от образовательной деятельности такой-то, сделали хоз договоров на такую-то сумму, либо не сделали, и тогда у нас будет полная картина о том, что происходит в этом институте. Если мы говорим о человеке, вот, врачи здесь находятся, он либо больной, либо здоровый, да? Мы же вначале общую характеристику даем, не говорим, сколько у него крови там циркулирует в организме, еще что-то там. Научитесь делать презентацию, вы же, ну, не первый год работаете. Зачем на уровень кафедры? Сейчас спуститесь до Иванова, до Сидорова, скажете, вот, Сидоров 8 утра приходит на работу, Иванов 5 часов уходит с работы. Дайте нам общую картину. Хорошо. Чтобы у нас было полное понимание, что происходит в этом институте, куда мы идем и что нам нужно делать. Хорошо, Александр Павлович. Следующий слайд, пожалуйста. Это вот кафедра проектов, следующий слайд. Это то, что мы по Андронике, следующий слайд. Вот в целом идет по аспирантуре, это уже в целом по институту. Значит, у нас 9 аспирантов, 1 докторант, и как раз докторант, это вот с завкафедры в Набеже-Чернинском институте. То есть мы занимаемся именно той частью подготовки, то, что вот это я говорил. Следующий слайд. Научный сотрудничество, какое выполняется, какими подразделениями, какие базовые кафедры и так далее. Следующий слайд. Наши партнеры, следующий слайд. Значит, по специальности тоже хочу отметить, что считаются инженеры наиболее это, и вот здесь представлено, как они нас трудоустроятся. Следующий слайд. И вот, соответственно, что было сделано в финансовом плане по каждому виду, значит, это вне бюджета, значит, у нас учебные студентов, вне бюджетников. Это сумма такая, рубля. Дополнительное образование. Дополнительное образование. Вот эти суммы, которые привело в дополнительное образование. Это суммы, которые были по САЕ. Это по госзаданию. Это, значит, соответственно, гранты, РФФИ, молодежный грант, значит, гранты с Лукойлом и с РИТЭКом и хоз договора. В общей сложности Шатра Каши суммарно на 16-й год 16-й, 833. Это денег, которые поступили. Следующий слайд. Там тоже цифры Шатра Каши. 17-й год начал. Следующий слайд. Это вот как раз то, что в 17-м году уже сейчас есть. Это еще не все деньги поступили, но такие гранты заключены. По САЕ у нас сокращение произошло. Госзадание. Значит, у нас есть проектная часть, мы выиграли по 10 миллионов в год. Есть бюджетная часть, то есть базовая часть. Гранты РФФИ, которые ведем, здесь вот представлены. Есть, значит, и с Академии наук РФФИ наши. Затем гранты президента, которые по этому году идут. И хвост договора, которые сейчас на данный момент заключены. Это уже на этот год пока сумма, которая уже будет, это вот 23 миллиона. То есть вот по инженерам все тут такое. Вот здесь, если вопрос есть, Шатра Каши, вот это два слайда чисто финансово. Хорошо, следующий слайд. Это основные показатели по ППК. Но мы тоже их выполняем. У нас вот проблема чисто с баллом ЕГЭ. Вот мы должны быть 240, мы только 215 сделали. И здесь тоже 245. Я немножко побаиваюсь, потому что у нас в этом году больше контракта с студентом должно быть. Вот это по показателям повышения конкурентоспособности. Остальные планы мы выполняем. И поднялись там на седьмое место. Ну, так как мы достаточно маленькие. Следующий слайд. И привлечение вот то, что иностранных ученых, ну и ведущих ученых. Это вот академик СОН, который, значит, у нас работает академик, член КОРГУ Айдуль, Номеран Варшет по механике. СОН это по плазме. Стрельник, точный косметик, это по материаловидению. Мы привлекаем. Черновойск, это как раз по робототехнике, который дал согласие возглавить, значит, ну, кафедру. И мы подаем по 220. Из зарубежных ученых вот сейчас тоже начали работу вести. Наиболее реально мы его приглашали на 220, но он говорит, что, ну, не может 4 месяца находиться. Поэтому мы пока с ним чисто такие соглашения заключаем. То, что вот дальше этот ученый и этот, который поменьше, это с Чехии. Но вот они два. Это его руководитель. Это вот здесь вот как раз рассчитываем PHD. Уже в Чехии дел. Ну и есть, конечно, привлекаем людей из фирм, которые работают по 3D принтерам. Дальше. Ну и здесь, значит, основные проекты. Это, само собой, потому что, ясно, надо создать до конца, довести базовые кафедры в статус ССМ. Это по использованию метральной метрологической базы. Значит, базовые кафедры истут проблемы в механике. Это уже у нас. И сейчас рассматриваем вопрос. Испытательный центр по нефтепродуктам. Ее сделают от тестованной лабораторией. Значит, дальше идет проект, который мы, этот образцовый фабрик, который я все время хожу, чтобы все-таки наши все станки работали и выпускали продукцию конкретно. В том числе, это сборки малого робота. И программа Инакамба по экопарку. Его тоже, она включена. Его надо делать. Это вот наша тоже работа. Ну, значит, госзадание, само собой. Вот здесь госзадание. Это как раз по материаловедению с заводами имени Горького. Это нанесение покрытия для уменьшения альфирного слоя при литье, значит, титановых изделий. Ну, входим в САЕ по, значит, в ЭКО-нефть по этому. И еще здесь не написали, САЕ, медицинское, забыли написать. Это тоже по аддитивным технологиям. Это то, что Рамиль. Значит, затем проект 220-го сейчас готовим. Это как раз Академия Черноузька. РНФ было подано, три проекта. Здесь, значит, тоже можно некосредственно остановиться. Это то, что свалочный газ. Я говорю, это мы и в общем проект вынесли. Затем создание армитизиоплазм в лазерных комплексах для получения уже металлических порошков. Потому что основная цена именно в этом изделии на 3D форум. И плюс разработка новой, значит, методы высоко... Вот здесь уже по агро-части мы тоже пытаемся начать работу. Проект затем роботизм для информационных. Это то, что мы... У нас робот Ева и так далее. Это в рамках хоз-доллара делается. Ну, с НИЛой у нас есть совместные лаборатории. Вот то, что наверху с институтом физики, с институтом геологии. Есть то, что с институтом физики еще у нас, как его, керамические лаборатории. И с НИЛой были вот то, что мы намечали с различными предприятиями, которые мы здесь намечали. Это Альцел по химии, Дель Рус и вот все материалы с ними. Ну, тут еще добавил я, что нам надо показатель по МИПам. МИПов я не касался в целом, но в институте мы где-то 2 миллиона оборотов должны дать. Ну, и то, что я говорил о работе, вот то, что через Шерстюкова, это рода Шварц и архиометрия, которые размещены на нашей территории. Следующий слайд. Ну, и, соответственно, то, что мы проводим, какие мероприятия для того, чтобы все это реализовать. Тоже, допустим, с НИИ углеродных материалов мы провели семинар, с ними работу запускаем. У нас есть как бы их представительство, значит, ну, по плазме это у нас постоянно действующее, то есть мы работу ведем. И по рынку интеллектуальной собственности тоже ведутся работы, так как у нас есть и специальность такая, интеллектуальная собственность, магистрская программа. Ну, и вот хотели рассмотреть вопросы, вот то, что было агропромышленного комплекса. Мы эту часть тоже поднимаем. Экологическая безопасность – это то, что с асвальным газом и утилизацией отходов. Ну, и ежегодные конференции по низкой температурной плазме и по машиностроительным технологиям, которые мы проводим. Все, сейчас, Рахат, все. Последний слайд, все. Следующий слайд. А, нет, правда, еще можно сказать, что мы по социальной, вот то, что запускаем, можно скажем, сейчас, Рахат, что это то, что социальное, физическое самоочувствие студентов. Вот здесь приведены данные, какое у них, скажем, отношение. Следующий слайд. Вот здесь более наглядно. Гордость там и так далее. Вот здесь вот идет момент. Да, то есть испытывают или, допустим, ничего не испытывают. Следующий слайд. Ну, и достижения, которые были достигнуты. Как вас? Все. Вещи, да, еще концерты. Спасибо за внимание. Да, вот самый красивый слайд. Ну, прежде чем задать вопросы, я что хочу попросить, Марат Рашидович, давайте мы начнем вот с сегодняшнего дня экспортную оценку давать. Всем дорожным картам. Понятно, что мы за директоров института не можем готовить дорожные карты. Но вот мы... У меня какое-то такое чувство... Такое ощущение, как будто продолжение вчерашнего совещания, Дмитрий Альбович, да? Так, хорошо, Марат Рашидович, пожалуйста, потом вопросы и вам, и Наил Пайкчу. Уважаемый Ильшат Равкадьевич, уважаемый Наил Пайкч, уважаемые коллеги, позвольте вам... Нельзя его побольше сделать? Да. Позвольте вам представить аналитическую справку, презентацию и попробуйте рассказать, как все на самом деле. Да. Будьте добры, первые... А здесь я не могу управлять, да? То есть наш первый традиционный график, на котором позиционируется инженерный институт, вот и вы видите, то есть вот это маленький... Здесь нету? Ага. А вот это, да? Вот все. Вот смотрите, пожалуйста. То есть вот это была позиция в 2015 году, как они скакнули в 2016 году. В первую очередь это связано, то есть еще раз повторюсь, что по оси Апциз это у нас объем НИР и ОКР в расчете на одного НПР, а по оси Ординат это публикационная активность, переведенная тоже на ставку НПР. Поскольку здесь, естественно, научный блок, поэтому все приведено к... По Web of Science и красными линиями... Здесь непонятно, то есть они должны быть красными? Но здесь, не знаю, то ли у меня что-то с глазами? Да, то есть вот это серединное значение. То есть вы видите, то есть то, что касается НИР и ОКР, это ниже среднего было, а публикационная активность, они вот здесь, скажем, показали результаты заметно лучше. Так, следующий слайд. Это у нас соотношение количества и качества публикации. Вот здесь информация несколько тревожная. То есть мы пытались разобраться, хорошо или это плохо. То есть, к сожалению, вот видите, какая огромная динамика произошла по публикационной активности, но, скажем, цена этих публикаций и импакт-фактор этих публикаций, ну, как мягче сказать, что он это весьма невысок. Большинство публикаций, хотя они в Web of Science, они имеют нулевой или близкий к нулю импакт-фактор. Поэтому вот то, что вы говорили, Наиль Фаикович, об узнаваемости, о продвижении в рейтингах. То есть, если у нас не будет рейтинговых публикаций, то вряд ли у нас в этой части может быть какое-то продвижение. Следующее, простите, я только вижу это. Вы знаете, очень удивительно, мы в инженерном институте, но наиболее проблемное техническое оснащение, нет ни Wi-Fi, ни монитора, никаких. Это у вас, Наиль Фаикович. Следующий должен быть график. Это, я не знаю, или здесь... А, вот, нет, простите, вот этот график. Это у нас... И даже презентатор не работает. Объем это как формируется бюджет, то есть, за счет, какую роль играет мир и окр, и какой играют доходы от платной образовательной деятельности. Здесь вы видите вот тоже маленькие вот эти зеленые и синие шары. Это то, что динамика, какую показал инженерный институт. Ну, в принципе, она объяснима, то есть небольшой ее динамикой. Вклад вот здесь, пожалуйста, посмотрите вклад в общеуниверситетский показатель. В прошлый раз Ешат Равкадж сделал замечание относительно того, чтобы показать эффективность, показать, какие вложения были сделаны в инженерный институт по программе развития и по программе повышения конкурентоспособности. Вот эта диаграмма, она в правом углу. Вы видите, что университетам было направлено 561 миллион рублей на эти цели. То есть, это 5% всех совокупных затрат на модернизацию научного и образовательного процесса. При этом в институте находится 1% НПР, 1% студентов. При этом они генерируют 2% публикаций в Web of Science, тут 2% магистров. Ну и оснащенность площадями, вы видите, на 1% НПР и 1% студентов приходится 4% помещений. То есть здесь вот достаточно все неплохо. Теперь по KPI. Куда нажимать? Вот, пожалуйста, посмотрите. К сожалению, Наиль Файкич переслал вчера ночью, но мы проверили. Может быть, это какая-то корректировка на начало 2011 года, но все наши службы, они показывают и подтверждают только эти данные. Пожалуйста, посмотрите. И здесь у нас тоже цветом обозначены те показатели, по которым мы несколько отстаем от планируемых ожиданий. В первую очередь это касается, вот что нас очень смущает. Действительно, то есть если посмотреть вот те цифры, которые говорил Наиль Файкович, они весьма неплохи. Но если убрать бюджетную составляющую, то объем средств, полученных за счет выполнения НИР и ОКР, всего 1,9 при планируемых 28. То есть это все-таки с учетом тех вложений, оно кажется самым проблемным. Я еще раз говорю, мы брали не заключенные договора, а только те, по которым прошли фактические поступления в наш университет. Ну и что еще можно сказать? Вот тоже, пожалуйста, посмотрите. Раз мы ставим задачу по количеству публикаций, вы вышли на хорошее значение, но их импакт-фактор и СНИП в первую очередь импакт-фактор несколько не дотягивает до значений. И в правом столбце представлены значения в целом по естественно-научному блоку, там разрыв еще более высокий. Следующий, пожалуйста, слайд. А, вот он получается. К сожалению, почему-то очень мелко, очень плохо видно. Здесь мы представили с правой стороны те специальности, по которым можно получить образование в региональном институте, и те профессии, на которые рекомендуют обратить агентство стратегических инициатив, которые по оценкам и международных экспертов, и российских экспертов, то есть будут сформировать основной костяк. Но мы здесь больше это сказали справочно для того, чтобы Наил Файкович и коллеги могли, ну, скажем, принять соответствующие управленческие решения. Дальше. Что такое? Дальше. Благодаря, вот, скажем, количественной составляющей, действительно, Наил Файковичу и его команде удалось несколько подняться в общеуниверситетском рейтинге. И вот также справа представлены двое сотрудников института, которые, ну, скажем, входят в топ-100 наших лучших сотрудников. Сам Наил Файкович, да, вот, тоже здесь представлен. Что касается... Что касается программы конкурентоспособности. Лаборатория аддитивной технологии в медицине и ее активность вы также видите, и тоже... Подождите, что такое? Что-то он это работает, это отдельной жизнью. Вот оно. Ну, и здесь слишком высокая инженерия, наверное. Да. Ну, вот, посмотрите тоже. Аддитивные технологии в медицине. Опубликовано 4 статьи в Web of Science. Суммарный импакт-фактор 0. Тоже здесь вот. К сожалению, и по тем направлениям, которые мы обозначили как прорывные, к сожалению, пока... Ну, хотели бы ждать больших результатов. Следующий, пожалуйста, слайд, наверное. Ну, это научные прорывы. То есть, и когда мы готовили рекомендации по подготовке дорожных карт, мы ведь просили еще тот вклад, который вносят, вроде в САЕ вы обозначили, а вот ваше видение и какую роль будет играть инженерный институт в области новых наших научных направлений, это тоже была бы очень важной задачей. Следующий момент, вот это любопытно. Здесь, помимо минусов, очень интересный получился у нас результат. Вот, есть предметный рейтинг ЛОС, Engineering, Mechanical, Aeronautical and Manufacturing. Я теперь уже под музыку выступаю. И вот, смотрите, пожалуйста. Несмотря на много меньшую численность сотрудников, 25 против 231, показатели публикации и цитирований практически близки к МГТУ имени Баумана. То есть вот, но при этом они попали в предметный рейтинг, а нас нет. Это связано с тем, что у нас публикации не сфокусированы. Я согласен, но у них тоже так же считается, как и у нас. Нет, я говорю о другом. То есть, Наэль Файкевич, вы действительно, я еще раз подчеркну, публикации здесь, динамика есть, но они слишком разбросанными получаются, не сфокусированными по предметным областям. Дальше, пожалуйста, слайд. Пожалуйста, тоже посмотрите. Это узкие места для университета и для инженерного института. То есть, посмотрите, пожалуйста. Здесь, что касается аспирантуры и магистратуры, весьма неплохо, но по иностранным, то есть вот здесь все-таки это новое направление, и без участников, и тем более тех, которых вы приглашаете, все-таки нельзя сказать, что они выдающиеся по наукометрическим показателям. Потом по совместным образовательным программам мы ожидали лучшей динамики. Все-таки малоинновационные предприятия – это ваше детище. Тоже большой прорыв. Вот вы написали, что у вас есть базовые кафедры, но по всем документам, которые у нас есть, и официальные, и на сайте, к сожалению, может быть, это в стадии подготовки, но действительно, то есть вот здесь, в этой части пока плохо. И вот что нас очень смущает, вы написали, что заполнение с личных кабинетов, там у вас 95, у нас только 68. По крайней мере, было на вчерашнее утро. То есть если они, вот учитывая там вашу харизму и настойчивость, сделали такой на треть рывок, но пока мы это тоже не можем подтвердить. Может, из-за этого какие-то данные, какие-то показатели оказались у вас неосвещенными. И что еще хотел сказать, здесь, наверное, очень сложно. Сейчас сможем ли мы быстро скакнуть, если не скачет это. Дальше там будет. Вот. То есть благодаря Викшат Равкачу мы, вот реализуя концепцию университета 3.0, в декабре месяце разослали предложение по направлениям научного взаимодействия с нашими ведущими предприятиями и организациями. И вот, ну скажем, по нашей экспортной оценке, вот те направления и те предложения, которые мы получили от компаний, которые представлены вашему вниманию на этом слайде, это Татбурнефть, Элекон, Татэнерго, Агросила, Татнефть, Водоканал, КМПО, Кастаману, Римера и Хайр, они, ну скажем, соответствуют, по крайней мере, профилю и научным направлениям вашего института. Но при этом, когда, что касается обратной связи, к сожалению, вот здесь мы несколько запаздываем. По крайней мере, у нас сейчас отдел планирования мониторит наше взаимодействие. То есть была большая активность где-то в марте месяце, но по состоянию на июнь нас очень тревожит, поскольку здесь репутационно, чтобы, то есть мы как бы, они открылись, дали нам свои предложения, направления, но пока до уровня контрактной или какой-то предконтрактной подготовки пока дело не дошло. Вот, наверное, самые, скажем... Ну тогда я хочу сказать, пожалуйста, вы пока эту информацию дайте, то есть чтобы у меня не было какой-то однобокой информации. Наиль Файкович, для меня контракт, для меня контракт он тогда, когда он имеет финансовое обеспечение. Если это какое-то рамочное или политическое, или какое-то другое соглашение, мы, к сожалению, пока его не можем учесть. Большое спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Вебов Сайенс. Там не 34, там где 34, там коэффициент был другой. Мы говорили по Android Lab. Да. У нас ведь не отчет. Вот давайте так. То есть вот, понимаете, нам... Все дорожные карты у нас превращаются не в дорожную карту, а в отчет директора. Что сделано? Сейчас еще вот Наиль начал поекчить концертную программу, говорит, давай по студенту. Это не дорожная карта. Это мы рассматриваем сегодня дорожную карту. То есть то, что мы достигли и куда мы должны идти. А все наши дорожные карты почему-то вот и сегодня в особенности превратился в определенный отчет. Сейчас будем спорить, какой импакт-фактор. 0,1 или 0, или 0,18. Это не принципиально. Принципиально, куда мы идем и что мы делаем. И как достигаем поставленных задач. Вот пока не будет цельной картины по институту, мы будем мельчить и все время куда-то уходить. С Бауманкой сравнивать нечего. Бауманка работает на оборонку и никогда мы его уровня при нынешней ситуации ресурсной базы не сделаем. Бауманка процентов на 80 это закрытые предприятия. Переорганизации, точнее. Поэтому мы же об этом говорили. Как только он вообще не подавал, как только он начал подавать, во всех рейтингах он пошел вперед. И даже когда рассматриваю вот последний раз, когда по КОСУ, вы же там были, значит, лучшие видения и продвижения может быть только у Бауманки. Даже не у Новосибирска. Поскольку там интегрировано с Академией науки и так далее. Чем больше он будет. И у него заработанный имидж очень сильный. Здесь не только в статьях, не только в факторе. Бауманка мы все с детства знаем, что это такое. Что здесь сравнивается. А в Казанском университете инженерные науки всегда были, ну, как вот, дополнительные вещи. На ФИСАКе всегда ради физиков только связывали отделение или факультет там был. Отделение он назывался, да? У нас когда Сергей Иванович отделение жил. У нас факультет. Ну, и сейчас отделение. Ну, вот, мы же должны, давайте так, чтобы вот снимать все эти спорные вопросы, прежде чем выходить на доклад, это все касается, проведите экспертизу данных. То есть вы, мы же в прошлый раз, по-моему, первый раз начали с Владимира Ивановича с вас. Так, когда пришли, все сверили, чтобы у нас все спорные моменты там, потому что, кроме докладчика и нас, других интересует, куда движется и какое видение. Вот сегодняшнее выступление, и на этой пакетике, Марат Вашидович, к сожалению, ваш, это не дорожный ход. Это отчет, и, а другая сторона говорит, выполненный отчет, не выполненный отчет. Это должен быть стратегический план развития, если по-другому мы говорим. Что нам нужно делать и как двигаться, а не достигнутого, что у нас есть, там 10 специалистов, которые могут что-то писать, что-то делать, и вот давайте на них ориентироваться. Вот это, это не подход. А потом вот, тогда вопрос такой, сравнение никто, ни вы не взяли, ни Наил Паекович, Марат Вашидович, Минсиса, он единственный, сделал достаточно большой рывок. Минсис вообще не берете вы в сравнение? Ну, тех, кто там проявились, мы близкие. Хорошо, мы готовы, это тоже. Потому что, ну, Бауманков может вообще не печататься, ничего не делать, и будет нормально. Как Александров сказал, у нас мы, ну вот, занимаемся тем, что вам очень интересно, давая интервью журналистам международных. Это было в Калининграде, да. Все, что, говорит, вот вас тревожит, это делаем мы. Поэтому, говорит, нам так, с пиететом относитесь, но заходить вы к нам не будете. Его не интересует практически там ни количество студентов, ничего. То есть, там открытых кафедр очень, ну, не так много. То же самое, как Саров. Саров же тоже закрыт. Поэтому мы, а вот МИСИС, МФТИ, большей части МГУ, там практически все открыто. За редкими исключениями. У нас есть чистые инженерные, технологические, может быть, европейские вузы, взять сравнение. Так, хорошо. Все-таки, давайте тогда по вопросам, я хотел бы, Дмитрий Альберсович, чтобы вы рассказали, по результатам обсуждения. Спасибо, Марат Мишельевич. Мы так, этот, очень академичными выступлениями никуда дальше не пойдем, там, к сожалению. Уважаемые коллеги, я воспользуюсь тем, что здесь представлены директора многих институтов, которые занимаются инженерным образованием, и хотел бы изложить ту точку зрения, которая у меня сложилась по организации вообще инженерного образования, в нашем университете. Это тесно связано с теми же утрепещущими вопросами, которые всех волнуют, особенно по ставкам, по реестру ставок и так далее, откуда все это идет. Почему? Потому что это все связано со студентами, студенты приносят деньги. По всем инженерным наукам, по большинству, стоимость образовательных услуг с этого года бюджетно-финансирование составляет 169 тысяч 50 рублей, то есть 170 тысяч рублей. Мы должны понимать, что на контрактное обучение за 170 тысяч рублей по инженерным наукам к нам учиться вряд ли кто-то пойдет. Поэтому у нас есть контрольная цифра приема и мы должны как-то и инженерное образование развивать, и двигаться вперед в науке. Что здесь можно сделать? Значит, здесь подход может быть двоенный. Первый подход это та задача, которая была подставлена перед высшей школой информационных технологий информационных систем и конкретно перед профессором Магидом сделать такую привлекательную программу в области инженерных наук, в частности в робототехнике, на которую студенты бы шли, стоимость которой бы превышала 200 тысяч рублей. Тогда эта программа начнет каким-то образом самоокупаться, хотя бы в течение нескольких лет. С другой стороны, мы понимаем, что инженерное образование, оно очень дорогое в плане того, что в мусоре лаборатории нужна подготовка. А при тех контрольных цифрах приема, которые даются, и вот вы видели разбивку, вот этот пирог, который Нейль Пайкевич показал, вот у нас есть штук 30 направлений подготовки, я вам скажем, исключу строительство, которое есть на жилом институте, это где много людей учатся, тысячу человек почти учатся, то все это есть мелкие программы, которые сами себя не окупают. Поэтому выход какой? Выход находить какую-то интеграцию, строить концепты инженерного образования совершенно по-иному. Мы всегда заширены узкими, вот как мы мыслили себе, раньше специалитет был у нас, были специалисты внутри специалитета, и вот мы пытаемся каким-то образом так же и жить, но мы должны понимать, что ситуация в корме изменилась. Сегодня мы не способны купить те затраты, которые у нас идут. Поэтому что предлагается? Предлагается следующее, вот я на примере робототехники, может быть я очень грубый я скажу сейчас. Вот у нас имеется робототехника, которая очень грубо может быть поделена за три части. Это есть часть, которая составляет программное обеспечение, часть, которая, я назову так, навигацию, то есть позиционирование навигации, и часть есть, которая железо. То есть это есть мехатроника, есть подвижные техники. Вот можно еще так, по-другому это спорное, я просто концепцию все хочу изложить. Вот есть три направления. Что нужно бакалаврам, которые пойдут работать с роботтехниками? Если это специалист широкого профиля, который будет на производстве работать, ему нужны компетенции во всех трех областях. Значит нужна образовательная программа, такого юзерского пользовательского плана, в котором игрывало все вот эти. Дальше. если мы говорим о разработчиках, о том, что было показано разработчикам в формате будущих профессий, то каждый должен получить компетенции разработчиков. Должен быть программного обеспечения, разработчик навигации, разработчик железа. Значит мы должны составить бакалавровские программы для них. При этом мы должны понимать, что базовая часть у всех трех бакалавровских программ должна быть одинаковой с тем, чтобы минимизовать затраты по лаборатории. Дальше на уровне бакалавриата мы это закончили, мечтаем говорить о магистах. Магисты это есть следующий этап. Тогда мы можем перетеросно делать какие-то магистовские программы, кто занимался железом может пойти в программное обеспечение, кто занимался программой обеспечением пошел в железо и так далее, с тем же получить специалиста высокого уровня. И вот тогда мы действительно воспользуемся всеми возможностями классического университета, нашего большого университета, не было представлено, к сожалению, чтобы показать, как все институты могут работать. Каждый институт реализует свою узкую программу. Институт физики свои наборы программы, реализуют химики, там, ну, химиков нет, программ по инженерам образования, ОК, ВНК, Шетис, все, вот узкие программы. И мы очень долго бились с институтом учились в математике информационных технологиях, еле-еле наконец-то за долгие годы разошлись по информационной безопасности. это взаимодействовать так, чтобы две информационные безопасности учились вместе, а получались разные специалисты, там, разные компетенции по физическим методам и по криптографии, с тем, чтобы мы разошлись с программой, хотя наборы идут на одну и ту же программу. Они учатся вместе. Вот это надо сделать, иначе мы с малокомплектными группами, а контрольные цифры приемы везде даются по 10-15 человек максимум на каждое направление. Это нерентабельно. мы не сможем студентов учить. Поэтому нам надо стратегически определить, какие бакалавры нам нужны, составить бакалаврскую программу по инженерному образованию. Я специалистам отдаю здесь флаг в руки. Вот примерное видение я сказал, вот есть юзерский такой пользовательский подход, это те бакалавры, которые не продают магистры. Можно такую программу предложить. И тогда мы действительно сможем таким образом спозиционировать себя, показать единство Казанского университета и самое главное эффективно использовать то оборудование, которое есть. На те деньги, которые выделяются на образование студентов, то оборудование, которое сегодня есть, оно не окупается, если мы будем мельчить эти программы. В целом по дорожной карте, что это понятно. Вы же по робототехнике, насколько я помню, мы начинали примерно год назад, наконец-то сейчас Дмитрий Альбертович изложил как бы видение ректората в целом. Другое дело, во время набора нам либо придется центр создавать, чтобы и отдельный прием на этот центр вести, чтобы дети не мучились тех, кто приходит поступать к нам, не бегали там, вот в этот ли мне институт подавать, туда ли подавать и так далее. Надо, может быть, еще время есть и приемная комиссия, когда будут приходить, надо просто ориентировать на эти направления, сказать, вот есть центр, вы будете в центре, вот руководите. Значит, но эту программу будете в этом институте проходить, эту там, а какую-то часть даже может быть за пределами нашего университета на сегодняшний день. И вот тогда мы на эти вещи набрать людей можем. А так, когда каждый хочет швесить, сам у себя хочет, у нас такое ощущение, когда о чем-то начинаем говорить, видимо, раз так, услышал, еще не понял, дадут денег, нет денег, давайте я это буду делать. Берется, месяца два, три проходит, ничего не происходит. А по робототехнике уже год. Я помню первый раз, когда мы дорожную карту докладывал Михаил Абрамский, да, пытались ему дать этот проект, думали, молодой человек там вытянет, ничего подобного. Походил, походил, ну и все. У нас с ректорским, проректорским административным ресурсом то не все удается делать. Иногда начинаешь, потом думаешь, а тебе что, больше всех надо, что ли там? Ну, закрыть легче, чем продвигать. К большому сожалению, так у нас. Каждый вот хочет с пены у рта доказать и делать, продолжать делать то, что он умеет. Это, в принципе, везде. Так, хорошо. И по материаловедению тоже мы говорили. В целом, по дорожной карте я не увидел здесь дорожной карты как таковой. Я увидел отчет то, что сделано. Есть шаги, которые привели к росту публикационной активности. Вот, я не увидел, к сожалению, пока что рост и куда могли бы студенты, что именно привлекается студентов с точки зрения образовательных услуг. Ну, и все пока что проектов. Давайте так, тогда, чтобы... Спасибо большое, Винторий Владимирович. Коллеги, есть кто хочет высказаться? Пожалуйста. Пожалуйста. Можете с места, микрофон только дайте, Артемию, пожалуйста. Большое спасибо. Валерий Владимирович, Дравкатович, вопрос, Нальфаик, к вам. Вы вот не подскажете вопрос по проекту «Экологический парк», который вы упомянули в своем выступлении. Он все-таки, данный проект локализованно охватывает Камскую зону или ориентирован на работу с Казанией, поскольку в рамках федеральной целевой программы ликвидации экологического ущерба до 25-го года, которое в Казани порядка 300 миллионов в предыдущие годы было освоено. И вот буквально вчера мэрия опять аукцион на 127 миллионов объявила на рекультивацию Самосыровской свалки. Я знаю, у вас есть разработки, вот на днях на УХАУ опять-таки скважину по отводу свалочного газа вы поставили. Поэтому перспективы какие шаги делаются? Потом тут параллельно движемся, хотелось бы узнать. Спасибо. Согласно постановлению. Согласно постановлению это идет, конечно, Камская зона, Закамская зона, но мы давали предложение Винакам, чтобы как бы площадка для освоения была здесь. В рамках этой работы мы провели как обследование полигона в Закамской зоне, так и обследование полигона ТБО около, значит, Самосыровской свалки, там есть полигон ТБО Кэковский. Тоже провели обследование и выходы все эти оценили. То есть у нас в этом плане исследование ведется. Но с финансированием, конечно, есть проблема, потому что то постановление только по Камской зоне. Подождите, Активы же говорили, что Мэри Казани объявила гранд или нам по мнению этих работ. Сумма 120 миллионов. У нас с Ильмановской заседания. Это рекультивация, там с работами это. Рекультивация, прежде чем сделать, можно же... У нас занимается проектом вот он. Гельманшин, этот вопрос мы изучали. Значит, проект рекультивации Самосыровского полигона сделан по аналогии с проектом рекультивации Тагаевского. На Тагаевске мы с Нейль Фаековичем в январе месяце выезжали, провели там исследование, отборы проб делали, анализировали состав качественно отводимого свалочного газа. Экспертизу самого проекта тоже сделали с нашим министерством экологии по этому поводу встречались замминистра первым замминистра. Значит, исполнители работают на последней поездке. Мы были как раз в руководстве Брязь Гатаул, еще ездили к полигону Восточный в том числе. Заезжали и на первую карту Самосыровского полигона. Проект однотипный, он подразумевает именно переформатирование самого тела полигона и формирование газоотводных каналов. То есть и на эту сумму выделили... Стоп, вы можете много умных слов говорить. Вот на этот вид деятельности был закручен договор с вами или вы это все делали в инициативном бесплатном порядке? На этот вид деятельности мы проговаривали, что будет в части вот этой 120 миллионов в том числе и наш раздел, но здесь нашего ресурса не хватило, чтобы довести его до финансовой части. Зачем вы вообще двигаетесь, то есть понимаете, правительство объявляет грант, да, и после того, как ты выигрываешь, ты начинаешь работать. Если вы всю экспертизу проверили, все сделали, значит, вам никто платить не будет? Зачем? Вы же уже всю работу сделали. Все вам платить. Мы ее делали с той целью, чтобы понять, насколько тот проект рекультивации, который есть на Тагаевском, подходит для нашего инакамовского проекта построения энергокомплекса. Я понимаю. Вот если бы вы не были в университете, вот представьте, что вы не работаете в университете. Да? Вы пользуетесь ресурсами университета для того, чтобы все это сделать. А ничего в университет не приносит. Мы же как раз об этом и говорим, что научитесь зарабатывать. но не бывает же так, чтобы деньги получили на одно дело, тратим на другое дело и так далее. Я теперь понимаю, почему наши экологи нигде ничего не можем зарабатывать. Хотя и год экологии, хотя все другие работают и зарабатывают. Начинают всяких мипов, там, оошек и так далее. А университет просто ничего не делает. Либо наши специалисты через мипы начинают работать, используя лабораторные комплексы нашего университета. Мы же забыли, когда уже большие гранты получали на целой факультет, институт держим экологически. Если посмотреть, его заработки тоже близко к нулю. Близко к нулю там все. Я имею в виду поход с договором. А как только говоришь, давай этот институт чем-нибудь другим объединим, сразу встает вопрос, вы что там, мы такие востребованные везде. Вот же разговор о чем идет. То есть мы должны обладать всем необходимым инструментарием, компетенциями для того, чтобы мы выполняли этих уздоговоров. А их выполнять, к большому сожалению, все другие. То же самое по, значит, вот Артемьев сейчас будет отвечать за этот. Все, что сделано, патенты на площадке университета, будут только в начале университета распределять. И комиссионно определять долю авторов. То есть насколько, какой процент университета будет, какой процент университета. У нас большинство всех патентов начальников, работающих в университете. Это неплохо, но надо же когда-то выходить к цивилизованным делам. Мы не говорим, что начинать, надо ревизировать все, что было, но надо остановиться и сказать, вот с этого года, вот будет вот так. Тогда и доходы пойдут. Я полностью согласен, то, что мы неоднократно разговаривали с Дмитрием Альбертовичем, у нас по инженерным наукам, если таким образом пойдет, то они все убыточны будут. И мы не сможем содержать ни здания, ни оборудование, не иметь ресурсов на расходный материал. Либо нам надо полноценное формирование за счет контрольных цифр приема, то есть за счет бюджета. А это тоже, потому что мы не специфические инженерные вузы. Скажут, у нас есть КАИ, КАХТИ сейчас есть, а если мы хотим в эту сферу зайти, то мы должны быть лучше, чем они в нескольких раз. К сожалению, пока это не происходит. Поэтому нам надо тогда не идти по большому фронту, а надо научиться концентрировать или фокусировать ресурсы на тех направлениях, которые другие люди не заняли, нам надо их найти. Вот Марат Рашиз здесь атласного профессии привел. из восьми пять связаны с работами проектировщик домашних роботов, проектировщик медицинских роботов, проектировщик детской робототехники, проектировщик нейроинтерфейсов по управлению роботами и так далее. Так вы назовите программы таким образом. Вот пусть программы так и называются, и тогда они будут более привлекательны. У нас же 350-400 тысяч сегодня годовое обучение и туда люди записываются и идут. Физ тех сегодня в долларах определяют. Все нормально и люди идут. конечно если у нас и по названию и по содержанию все относится к 70-м годам прошлого века, то о чем говорить никто не хочет. Многие вещи уже с производства будут сняты, а мы еще до сих пор будем людей готовить. Поэтому есть предложение, давайте нам инженерный институт нужен, Марат Рашидович, дорожная карта, мы сейчас не будем ее утверждать, потому что это отчет такое проделанное работе за определенный период времени. Надо сформировать группу, если есть необходимость, давайте привлечемся стороны, тех же ребят, с прайс Ватерхауса, с других, чтобы полностью аудит сделали, посмотрели по деньгам, либо с нашего финансового института взять специалистов. Айдар Минемансурыч попросит здесь по... Вот наиболее сегодня как бы соответствует по деньгам это я имею ввиду то, что дается по требованиям это институт педагогики и психологии и ВМК, да? И ВМК с приходом нового директора привели в порядок и они не являются убыточными. Разговор идет о той доле, которая касается только образовательного сегмента. Все остальное начинается перекрестным там финансированием, причем из САЕ. Мы САЕ отдавать больше не будем. Если конкретной пользы для медицины не будет, если этот кисть по разработке, если внедренная вещь, то пожалуйста, внедрите ее в клинику, не обязательно своей. Своя клиника это тоже внутри корпоративная как бы вещь такая. То есть мы должны делать востребованные вещи. Востребованные вещи оцениваются либо по публикациям сказали, либо по деньгам. Если люди готовы платить, значит им эта штука нужна. Если не готовы, то нет. Вот мы с Ламбером, с химиками, по-моему, три года назад были в этом, да, на предприятии Богославского. А мы года три назад о циолитах говорили, о катализаторах и о устойчивости там всех этих моющих средств. Так вот, три года или два с половиной прошло, сегодня опять этот вопрос возник и сегодня опять обсуждается. То есть чем больше будет ограничений для ввода новых технологий, тем будет больше востребованность собственных разработок. Другое дело, насколько мы к этим разработкам с вами готовы. Но разговор еще раз говорю, не идет об импортозамещении. Сегодня то, что можно поставлять, люди поставляют и заводы покупают, никаких бизнес покупают, никаких проблем нет. Поэтому мы можем говорить об импортозамещении только в том случае, если то, что мы предлагаем либо лучше, либо дешевле несколько раз, причем не на там 2-3 процента. Вот вам маленький пример по качеству спортсменов сейчас очень много сравнивать с ним. Вот баскетболист что 2 метра, что 1,98 или 1,96 никакой разницы нет. Самое главное, чтобы он 1,40 не был. То есть после определенного роста никакой разницы нет. Там начиная, по-моему, с 1,80 с чем-то. Некоторые даже лучше играют. А мы до сих пор обсуждаем, что там наши в пределах погрешности на 10 рублей будет дешевле. А никто еще их не опробировал. Дешевле это будет дороже, либо риск какой будет. Поэтому бизнес, он серьезно на это не идет. Либо надо, чтобы ему запретили ввоз этих вещей полным объемом. Это от нас составляющая. Либо это. Я вот рассказывал, по-моему, узкому кругу, сейчас созвучу. Завод Станкин, когда обсуждали, завез на серьезную сумму, там дали деньги, станки, которые попали под ограничение ввоз. Им проплатили, они закупили и сказали, разберите, дайте схему, как эти станки сделать. Они разобрать разобрали, ни один не собрали до сегодняшнего дня. Поэтому вот таких ситуаций, наверное, государство выделит определенные ресурсы, когда полностью заезд завоз запрещен. Хотя все мы ищем другие там китайские варианты из третьих стран завозим. Я это все говорю много для чего? Для того, чтобы я получаю очень много писем, когда говорят, дайте нам ресурсы, мы вот заменим вот тот и тот. Я дальше пишу, зачем это нужно делать? У вас по этому вопросу к вам кто-нибудь обратился? Нет, говорят? Ведь мы сами инициативным порядком хотим предложить. Так вы вначале сходите на это предприятие, предложите, согласятся они на это. Готовы будут переориентировать технологию? Мы готовы, типа на стартап определенные деньги выделим. Ну что, посмотреть, получается у нас или нет. Либо сразу предприятие должно выделить, если оно заинтересовано на эти разработки. Поэтому просьба университетских ресурсов в инициативном порядке используйте только тогда, когда вы либо максимально уверены, либо это имеет какую-то достаточно хорошую научную составляющую. Потом по интеграции. Вот я там получил письмо на последнем ученом совете. Ну, во-первых, два вопроса. Один вопрос я озвучивать не буду, поскольку он носит такой межлистерственный характер. Значит, чтобы не обижать тех людей, которые уже мы избрали в качестве почетных профессоров, докторов. Ревз Готовович, там, вы проводили академическую комиссию. Сейчас, прежде чем выдать на заседание ученого совета, давайте отдадим на экспертизу или на одобрение совета старейших, который возглавляет Альберт Вартанович и Ильдар Абдулхай Штархан. Пусть они определяются, достойны эти люди или нет. Поскольку, как, я думаю, в этом случае они более объективно к этим вопросам отнесутся. Это первый вопрос. Второй вопрос мне задают все время, почему вы все время задаете вопрос, когда там на награждение и на другие вещи в качестве основного требования желательно выдвигаете вопрос, насколько он скоперирован с университетом или интегрирован с университетом. Мне пишут, он не обязан с нами работать, не обязан по одной простой причине, что нас просят выступить как эксперт. Во-первых, мы не экспертная организация и нигде не написано, что нас просят выступить как эксперт. Если просят как экспертов, тогда надо написать, да, он как физик соответствует и все, хороший физик. Все, на этом надо остановиться. Мы же говорим о присвоении государственных званий либо о государственных наградах, поддерживая. В этом случае мы не обязаны не поддерживать ничего, мы можем вообще не писать неплохое, не хорошее, просто не высказать свое мнение. Кто это сказал, что мы в качестве экспертов выступаем там, что это вот к нам хорошо, что к нам обращаются. Ну, не нужно, пусть не обращаются. Мы же не обращаемся. Я вот никуда не обращался, не получал данных. Поэтому это привлечет, особенно представителей других университетов, институтов РАН, начать с нами кооперироваться. Мы должны понять, насколько этот человек сегодня не по старым заслугам, а по сегодняшней его деятельности соответствует присуждению тех или иных званий либо наград. А знать мы об этом можем, если он с нами работает. Если я не прав, давайте обсудим этот вопрос тоже на заседании ученого совета. То сейчас у нас за долголетие, по-моему, стали мы звания присваивать, почетные преподаватели, почетный доктор, почетный профессор проработал там всю жизнь в университете. Давайте, давайте ему дадим. точно так же с дорожными картами, Марат Иванович. Дорожные карты пока не отработают в том виде, в котором она должна соответствовать продвижению в целом университета, в его позиционировании. Ведь мы позиции в предметных рейтингах взяли уж просто от того, что говорят, с деньгами нельзя, по защитам нельзя, то нельзя, но давайте тогда вот предметные рейтинги возьмем. Теперь выясняется, что и предметные рейтинги к любой системе оценки всегда можно привести огромное количество минусов. Это на самом деле так. Вот мы никак не можем понять, почему в московском рейтинге, то есть в таймсе мы выше, Куэси примерно так же, ряда университетов, в московском рейтинге на пять позиций ниже тех университетов, которые, ну вот возьмем МИТМО, Куэси он 700+, в таймсе он 300, ну 400 с лишним, по-моему, то есть на нескольких позиций выше нас, а в московском вообще впереди. Единственная компонент, которая там в московском рейтинге, это вот связь с обществом появилась. Эта вещь тоже напрямую не особо измеряется. Если говорить об опросе работодателей, то эта вещь тоже такая достаточно субъективная, потому что опрасывают центральные офисы, находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда третий параметр это финансирование или субсидирование за обучение одного студента. МГУ у нас 400 тысяч получает, да? 400 тысяч получает, то есть примерно в 4 раза больше нас. Об этом же нигде не говорится? То же самое по другим выделенным университетам. Представьте, соревнования идут, автомобильные, одному наливают там топливо 2 литра, а другому полный бак. И говорят, так, оба до финиша, пожалуйста, так, быстренько дойдите там. Это, ну, предмет не здешнего обсуждения, но сегодняшнее обсуждение, оно я уж пытаюсь тремя-четырьмя способами прийти к одному и тому. То есть мы должны выделить фокусы, которые мы самостоятельно можем реализовать, исходя из тех ресурсов, которые у нас сегодня есть. И из той материальной базы. Я почему говорю, вот профессор Магит здесь когда давал, я сейчас не пронаблюдал, там до 25-го года, по-моему, или до 30-го года, даже до 50-го года прогнозы были сделаны. Но прибавим к своему возрасту сколько нам будет в 50-м году, если мы доживем. Так? Поэтому эти прогнозы, конечно, можно делать, но надо научиться прогнозы реалистически делать на 3-4 года вперед. и попытаться их расписать таким образом, чтобы мы их могли мерить. То есть, что в течение года сделано, через 2 года, через 3 года, через 4 года, в обозревом будущем. Это первое. И еще один момент. По наукометрике. Давайте мы все-таки, когда даем оценку институтов, будем исходить из того, что эти люди, которые в нашем университете работают, насколько они интегрированы в проекты этого института. Не в целом, как относятся вот к той или иной категории. Я не очень понимаю, каким образом, вот, может быть, я просто не знаю, Анатолий Факетович, что совместно, но, наверное, с вашим сыном делал Альберт Анатольевич Резван. Так что ли, да, публикация? Это что за публикации, которые вот здесь были показаны, по институту? Ну, понятно. То я понял тогда, я понял. То есть это, но чтобы у нас двойного счета не было, он все-таки работает в институте фундаментальной медицины, и там отчитывается, и здесь. Хорошо. И вот по этим огромному количеству компаний. Давайте тоже, и они здесь были как партнеры озвучены, а что мы с ними сделали? Вот этот вот, компания, которая, как она называется, Татарстан, сейчас я, да, Тат-ЦССР. Это что за компания? Санитерализация метрологии. Да, это по метрологии, да? Хорошо. Объем выручки этой компании какой? Нет, я понимаю, государственная компания. Объем выручки какой? Санитерализация метрологии. Санитерализация метрологии. Мы в год, значит, это не предприятие, а организация государственная, которая аттестует и осуществляет допуск к эксплуатации различных, в том числе, медицинских оборудований. Мы около 700 тысяч в год оплачиваем им за эту работу. Только мы. Хорошо, ну, хорошо, то есть, я просто хотел понять, это входит в какую группу, то есть, это вот по медицинскому оборудованию инструментарий, что ли, да, по оценке, или как? Это любое, любое... Любые поверки. Да, это поверка любого оборудования, которое связано с измерениями, скажем так. Хорошо. Мы специалистов в этом направлении будем готовить. Насколько они, рынок нужен, этих специалистов в республике. То есть, я вот к чему клоню, что когда мы на дорожную карту, мы должны со всех сторон подойти, исходя вот из того выступления, которое сделал Дмитрий Ольбердович. Либо мы будем тихо-тихо гнить, да, с этим институтом, и все время будем ругаться, там еще что-то пытаться. Либо мы должны найти те позиции, которые нас просто вытащат. Еще раз хочу, нельзя заниматься всем. Пятый раз, по-моему, сегодня я это говорю. Пожалуйста. Но только это не словами должно быть. Надо сказать, насколько востребованы, что делается. Но есть начальник. Может быть, его сократить надо? Давайте все, закончим. На этом дорожная карта не готова. Значит, ее надо делать центром ответственности. Давайте мы ее тогда без директоров, Мората Рашевич, отдельно узким кругом доведем до конца, там, в течение двух-трех недель, потому что она... Причем надо дать им, коллегам, как анализируется Прайс-Ватерхаузом, вот этот Альметьевский институт. Все эти вы дайте. Я просто хочу проинформировать, что Прайс-Ватерхауз уже месяц готовит как бы предпродажную или пред... как правильно сказать, объединительный процесс вот по обследованию, исходя из тех мониторных показателей, которые существуют сегодня в стране. И вот мы пока не можем понять, каким образом мы будем работать. В том... В той задаче, которая была поставлена руководством Татнефти, прежде всего. То есть либо это будут комбинированы какие-то вещи, когда мы будем учить здесь, а там доучивать практически ориентированные части, либо значит полномасштабные пока вот нам дать не мог. Исходя из того, что вот и озвучил в том числе Дмитрий Альбертович. Либо нам дополнительные ресурсы должны каким-то образом передавать бизнес-компании, для которых... ну, которые нуждаются в этих специалистах. И которые по сути требуют, чтобы полномасштабно с первого курса по четвертой дети учились там. Чтобы не получилось, что мы их только возьмем, а завтра Рособорнадзор поставит вопрос об их закрытии, чтобы вот эти... ну, понятно, да, для чего Pricewaterhouse смотрит. Вот мы уже дважды встречались, пока они нам не могут дать. То есть они могут дать, они говорят, должны быть дополнительные плюс один миллиард в течение первых трех лет. Ну, сумма может быть чуть больше, чуть меньше, но вот цена такая. У нас таких ресурсов нет. Как вводить ресурсы компании законодательным пока тоже нет. Либо это просто вот спонсорские, либо каким образом. Потому что если хост догр, то то он имеет затратную часть, он калькурируется и там остается процентов 15-20. Либо мы вот как с медиками договаривались, что в калькуляции договора сразу 70 миллионов у них на ремонтной работе предусмотрела компания. Так, хорошо. Завтра у нас дорожная карта у физиков. Я бы просил, чтобы это тоже отчетом не было. Отчет должен составлять там, ну, может быть, в течение пяти минут сказать, мы договаривались, вот параметры достигли, дальше мы должны обсуждать содержательную часть. И потом графики, вот те, которые здесь, либо вы тогда их все на английском сделаете, либо сделаете и доработаете. То есть, то, что вы их вытаскиваете сегодня из программы с Кайвала, там, их же надо просто пользоваться этими данными, но графики-то должны быть свои и корреляция должна быть с теми вузами, с которыми мы сравниваем свой институт. Так, всем спасибо, если на самом деле наэльфаик предложил, если посмотрите, у нас лаборатория Шерстякова готова здесь? А? Давайте посмотрим его, значит, и Олег Николаевич вы здесь, тогда зайдем посмотрим, кто хочет зайдет, и этот институт международных отношений, там, Сидиков или кто-то, все. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова